У нас в Гайсиак-Бомске находится неординарный, не прямо первый человек. Дорогий Газуков, он приехал к нам по нашему приглашению, в первую очередь для участия в том событии, которое, к сожалению, завтра не состоится, это 21-й сибирский международный марафон. Дорогий Газуков, работают по многим простая сексуру, основная сфера деятельности для футбола. Он представляет Министинского комитета Российского футбольного союза, главный врач сборной команды России по футболу. Мужской сборной. И большое увлечение, большая работа, что уходят на Российской Федерации. Это легкая дзейтика, в принципе, с членом президиума Российской Федерации является Владимир Николаевич, работает по антитутбинговым вопросам. Но, несмотря на то, что у нас события завтра не состоится, он любезно согласился, все-таки приехать в город ООН, с которым он раньше не был, и не нужно приехать, но и провести здесь семена, очень актуальные для математики, очень важные и полезные для вас. Тематика эта будет упозначена, поэтому я благодарю для доказательства, что он здесь, сегодня с нами. В общем, уверен в том, что семена этот будет полезный, практичный, интересный для вас. И здорово, я передаю ему слово. Спасибо. Спасибо за что-то финалируете за приглашение. На самом деле, сибирский марафон я собирался пробежать давно, по Урала, конечно, температура, возможно, высокая, да, и все это пришло мне в московский марафон, что два марафона за месяц пробежать. У нас, потому что сибирский марафон тяжеловатый, а тот еще привел страх, да, и будет три часа пробежать. Но, тем не менее, вот поэтому рад, что сегодня опять медаль получил в Омске, да, то есть, гешталь закрыт. Коллеги, смотрите, я еще правильно сказал, я даже не надеюсь, я по линии, к кого я приехал в эту ситуацию, наверное, все же больше по линии генерации, это российский футбольный союз несколько лет проводит серию семинаров по всей стране. Они были в Хабаровске, в Иркутске, в Моносибирске, ну, если мы будем изучать, да, страны. Грозный, Воронеж, Ставрово, Краснодар, Востов. Более 12 семинаров было, пандемии не было, поэтому мы освещали это широко и посетили более 3000 человек. Ну, мы в этом году вышли в режим онлайн, но, учитывая, что мы начали работу активного фермера цифрового атлетики, тематика, то есть то, что, если не буду вам говорить, о футболе мы говорили 4-5 лет назад. Это не хорошо, не плохо, это давность. Поэтому я очень надеюсь, что те темы, которые мы закладывали, обычно мы приезжаем 2-3 человека, есть клинический фармаколог, вот в Грозный мы каждый год приезжаем, и в Грозном каждый год проводится крупная северо-павказская конференция, там все-все многое люди приезжают, и мы привозим ведущих российских спортивных кардиологов, потому что тема кардиологии в спорте, ну, она прям вообще ключевая, это такая трагическая тема, потому что очень часто, с одной стороны, люди из-за гипердиагностики занимаются спортом, даже экстра-классы, и часто тем, которым заниматься нельзя, им занимаются, то у меня сейчас заканчивается. Тема, которую мы озвучили изначально, это тема, о которой, ну, наверное, я, ну, не кажется, в настоящее время, вот после встречи я с вами, ну, по-другому, думаю, чуть разбираюсь, то, что мы сегодня будем обсуждать, кому-то может показаться, он может показаться странным, слишком простым, мы, в любом виде, я с этим сталкиваюсь, кстати говоря, но все, что мы сегодня говорим, это то, что весь мир за территорией России считает в настоящее время аксиомой. Сразу подчеркну, ну, здесь, наверное, есть специалисты из вузов, да, то есть ученых, статибиш и т.д., есть же такие, коллеги? Ну, мы понимаем, да, что есть вершина доказательной медицины, которая весь мир живет. Низший уровень доказательности, это опыт над животными, и личное мнение какого-либо эксперта, самого даже уважаемого, самая высокая доказательность, что это мета-анализ. Поэтому весь мир живет на основании мета-анализов. Если в мета-анализах нет данных о том, что условно массаж помогает спринтерам, значит, весь мир искренне считает, что массаж спринтерам не помогает. И с этим можно спорить, можно не спорить, но мета-анализ это мета-анализ, это огромнейшие труды, их на самом деле десятки. То, что мы сегодня будем говорить, ну, кроме вот этой первой темы, первая тема это наша боль, я изначально вообще не хотел ее поднимать, но, конечно, три человека до этого семинара сдали треть. Плюс-минус вопрос одной тематики, можно на сего начать. Это будет недолго, анти-допинг, допинг, герметики, и я не буду рассказывать про то, что нельзя делать. С этим, наверное, не полу справится Русада. Что делать нельзя, мы знаем. А вот другие аспекты, к сожалению, достаточно редко касаются. У нас было 15 вебинаров в этом году со многим регионом, от Хакасии до Хабаровска и Липецко-Тульской области, именно с планом антидопингу. Эту презентацию мне помогал делать Лебу Карач-Талибов, крупнейший российский клинический фармаколог, автор множества исследований по допингу, в любом на предыдущих мировых журналах. Буквально полчаса с ней, потом у нас 3 темы, это мышечные повреждения в праве кислоративного врача. Ключевая тема, я могу уверенно говорить, что, к сожалению, я говорю про Москву, в области, у штаба, с другая. В Москве в 99-ти простых случаях мышечные повреждения лечат так, как лечить ни в коем случае нельзя. Третья тема, это будет стрессовые повреждения костной ткани. Это, наверное, тема больше под легкую атлетику, потому что стрессовые повреждения костной ткани, по данным всех ведущих клиник, они достигают до 20% ведущих лектоатлетов. В России про стрессовые повреждения костной ткани слышало полтора человека, в практике встречался один человек, лечили, ну как лечить, время лечить и так далее. Очень уникальнейшая патология, уникальнейшая патология, которая может годами беспокоить человека и навсегда лишать его шансов на официальную барьеру. Ну и третья тема, четвертая тема у задачи восстановления, я буду достаточно быстро говорить, я очень надеюсь на дискуссию. Кто-то считает, что я не прав, помидоры сразу не вставать, яйца тоже, жарко, где же, я думаю, отмыться, поэтому можете спросить вопрос. Когда я про андитопинг, друзья, смотрите, сразу могу сказать, ну здесь, так, 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 у нас, а, все движемся. Давайте сразу про реальное положение, мы говорим про российскую легкую отечку, мы не говорим про мировой спорт, что все едят, да, все их обсуждали, если нам будет спокойнее, все едят, хорошо. Мы говорим про российскую легкую отечку, который находится там, где находится. Вот пробуем, мы помним, а мне он так хорошо слышно или нет? Да, 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 нормально. Мы говорим про российскую легкую отечку. Напомню, Русада образована в 2008 году, и когда зарубежные авторы, а поверьте, эта тематика в мире изучается, изучается, им допинг в американском спорте, у кенийцев, у россиян, он изучается, статья 10. Только мы думаем, что, ну, никому это не надо, это много изучается, и люди спокойно к этому относятся. У многих вопросов, почему в 2009 году у нас произошло резкое снижение спортивных результатов, второе снижение спортивных результатов произошло в каком году? После 2015 года. Первый ответ очевидный, в 2008 году было организовано российское методовое агентство. До 2008 года просто до агентства не было. Контроля как такового не было. Когда мы проводим анализ нарушений с 2002 года, мы по крупицам собираем эти пробы, кто-то, где-то, как-то. Сейчас не найти. У РУСАДОВа скоррежений нет ни одной, данных не об одной пробе, но в 2008 году. Но эти пробы есть, их можно найти. Мы, кстати, нашли. Про ситуацию есть, мы потом ее спокойно достали, здесь и проблем нет. Суть была не в этом. Вот, в 2009 год, легкая треть, только легкая треть, российская. 2400 проб взяли, мы говорим только про пробы, нахождение субстанции метаболита в пробах, другие пронарушения методики, методики, методики. 11 позитивных. 2010 год. Пробы столько же, всего 2 позитивных, причем к альфедону, а марихуану. То есть понимаем, что взяли 1000 проб, идеальная ситуация. Никто ничего не применяет, все супер, вообще супер. 2011 год. 14 проб позитивных, 2013 наращивает английский год, наращивает в зону контроль, 16 позитивных, 13-й, членат мирового в Москве, количество творог наращивается, наращивается, нужно смотреть, грязные контроли и так далее. 22 позитивные пробы, 2014 год, 41 позитивная пробы, причем здесь уже пробы, которые были после перепроверки. Вот эти года, где цифры, года после перепроверки. 2015 год, 46 позитивных, тоже перепроверка, много проб, провал резкий, в 2016-2017 годах, проб очень мало, почему? Русада не работает, эта лаборатория закрыта, англичане берут контроль, очень мало берут, но тоже, на самом деле, вольница была, конечно, вольница. Начиная наращивать, Русада начинает наращивать, 17-й, почти 1000 проб, 12 позитивных, 18-й, 19-й, 19-й, вот здесь их уже больше, то есть нарушений, 26-27, то есть говорить о том, что меньше, не меньше, то есть нарушение, это бинг-справда, тезис, что да, у нас есть такой тезис, у нас руководители, его катлетики, наша сборная самая чистая сборная в мире, самая проверяемая, кто ему это нашептал, приснилась, не приснилась, ну окей, ну, она не нравится, не нравится, самая чистая, самая тестированная, просто какая есть, ну, то скоро вы же достижения, это не много, не мало, сейчас, 20-20-20-20-й, 21-й проб, все, в 2020 году, мы боремся, 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 понятно, пандемия, понятно, пандемия, но я думаю, что какие-то миры принимаются, я далек от мысли, говорит, что все вот такие молодцы, российские лейкорида такие мерзавцы, далек от мысли вообще, многие детали спрашивают, в основном области, в Москве, в регионах, говорят, вы расскажите, как правильно все восстанавливаться, чем кормить, проблем не будет никаких, 20-й год, пока, ну, их уже не 4, опять от нужных нарушений, нас, конечно, это радует, потому что сейчас уже август, и всего 5, и все равно нарушений, пандемия, понятно, проб везде тоже будут тысячи, в конце года, РУСАД добьет, до 2000, соревнования начнутся, если будут 10 проб, в этом году взятых, которые во времянке находят, это будет, конечно, большое достижение, суть не в этом, по статистике, в полтестирования, о чем вы должны помнить, это самый частый вопрос на всех вебинарах, тестированию может быть подвергнут любой спортсмен, находится у пули тестирования, не находится пули. Любой спортсмен может быть протестирован, вот что-то многие думают, что если в пуле находишься, я тестирую, если не в пуле, я тестирую, ключевый момент, любой спортсмен, любого возраста, любого уровня квалификации, может быть протестирован на любом соревновании, в входящем ИКП, 30 раз, Леха Петин, Любой спортсмен. В футболе российском в 2016 году начали тестирование после паузы. С первенства Санкт-Петербурга во второй лиге приехали к 15-летним детям, которых футболисты никогда не станут. Взяли там и двух пробок. Ну, то есть не начали с национальной сборки, не с кого-то. Понимаете? У любых могут брать. Первенство федеральных округов, областей. И сейчас тестирование в Русадах целевое. Не катком проходит про сборки. По тестированию. Есть зона риска. Понимают, где находится специальная формула есть. Раз в три месяца определяется. Какие старты в эти три месяца есть. Какие являются рискованными. Есть регионы, которые являются рискованными. Тренеры, которые являются рискованными. Видят, где их выступают, где могут выступать, какие старты, трениры. Там целевое тестирование проводится. Ведь человек ищет именно то, что обычно. Ну, это такие специальные формы, которые все проводят. Поэтому, смотрите, в пуле. В 2015 году пять человек в пуле. Пять в пуле, четыре из пула. А в двадцатом из пула ноль. Не в пуле четыре человека. То есть в пуле, ну, мы понимаем. Пул национальный, расширенный. Ну, там, сотни людей. Спортленов гораздо больше. Сколько спортленов вообще в России легкотетики? Кто знает? Привет, кто назовет? Сколько в России легкотетиков? Сколько в России тренеров? Опять же, есть российская специфика. Российская специфика. До 2015 года, с учетом перепроверок, это наличие пробок заключенных субстанций и метаболитов. Сейчас добавила заключенное задружество, классификация проб и опять же наличие пробок заключенных субстанций. Ключевое, ключевое отличие российских легкоатлетов по анализу проб. Это наличие в пробах не просто субстанций метаболитов, анаболических агентов метаболитов. А именно, анаболических агентов группы С1. Их же много. Это экзогенные стероиды, эндрогенные стероиды. Это дизайнерские, так называемые стероиды. Это, там, пленбутерол. Там, много вариантов есть, да? У нас две группы. Экзогенные. Вы поймете, почему я об этом говорю подробно. Две группы экзогенные и эндрогенные анаболические стероиды. В нашей популяции до 2015 года эти две группы занимали 90% всех залетов. Не дизайнерские стероиды, не сармы, не мутурол, как у американцев. Не были сармы, не были дизайнеры. И они тоже ловятся. У нас две группы. Плюс. Ключевой момент. Ну и плюс. Наш профиль. Наша специфика. Это модулятор метаболизма. Мельдоний. Недобро был сказан. И тренинг дизидин. Тук-тук-тук-тук. Чаще всего здесь. Тоже наша специфика. Особенно мельдоний. Ну вот. Российская специфика. Об этом мы. Вот это ключевой момент. Который, если бы своевременно. То есть не надо его идеализировать. Тренингам бы сообщили данные, которые в 2013 году во всём мире. Вот такие буквы в журналах. Мы уже написали в самых известных журналах. Проблем было бы гораздо меньше. Поверьте. Ну. Я до этого дойду. Начнем с мельдония. На нашей спецификах. Хотя прямо сейчас. В нашей стране есть слегка ответка. Которая бывает 4 года. До применения мельдония. Ну. Тоже видать решила, что там может ей. В настоящее время. Надо четко в этом знать. Нет ни одного. Исследования высокого уровня. Это РКИ и выше. Ни в одном рецензированном журнале. Ни в России. В принципе нет РКИ. В принципе РКИ нет. В этой тематике. И выше. По эффективности. Хоть мельдония. Хоть в одном аспекте. Довоспособность. В основном у спортсменов. У здоровых людей. Ни одного из этого нет. И не было. Если вы посмотрите. Кто-то читал. Патент. Когда мельдонию изобрели. Патент. Что там авторы писали. Зачем мельдония изобретет. Кто знает. Зачем был сначала мельдония изобретет. Нет. Это уже сейчас. Начали с того. Что это из активатора ракетного топлива. Изначально. Потом. В патенте написано. Чтобы куры выживали зимой в тяжелых условиях. Кур подкармливали. И так далее. До людей дошли уже. Когда из ракетного топлива. Кур. И так далее. Ключевой момент. Ключевой момент. В чем вата запустила ошибку в свое время. Запретили. Запретили. А сроки детекции отнажения в пробах. Не звучали. Достигает 180 дней. Причем нет зависимости. Капсулу вы выпили. Или вы курсом месяца выпили. До полугода минимум может определяться спокойно. Спокойно. Определяют все кредитованные вата лаборатории. В России сейчас нет ни одной лаборатории кредитованной вата. Нет. Мили их 27. Все они уверенно определяют кредитованные вата. До полугода. Вариант. Весной попили. Кардиолог назначил. Тренец сказал. Помогает пей. В основном соревновании в сентябре. Да? Вариантов нет. Спокойно все определяется. И надо помнить, что он имеет множество коммерческих названий. Милдернат всего лишь одно из них. Там более 20 коммерческих названий в Мельдонии. Об этом надо помнить, что вы можете в Мельдонию не пью. Я не пью. Милдернат не пью. А. Я не пью. Я не пью. Тоже самое говорит Мельдоний. И он сразу был включен в список запрещенных. Ну, после года мониторинга. По очень большой вине российских врачей, тренеров и спортсменов. Объясню почему. Сразу попал в группу С-4 модулятора метаболизма. Сразу за 24 года. Без вариантов вообще. То есть Мельдонии, которые, поверьте, никогда никому не пью. Хоть, когда мне говорят, что Мельдония давно пью. Я смотрю на высокого уровня. Я думаю, что Мельдонию не пилили. И вообще никак. Мельдония это наше все. Есть такой журнал. Ну, я к организаторам ссылку пришлю. Там есть такой журнал, который они там специалисты. Статьи критикующие вата. Они прямо замучили это. Вата несчастная. И там была последняя статья про эффект пласебо. То есть эффект пласебо, да? То есть пустышки. Были исследования. Другими говорили, вот мы вам даем на обличке стероидов. Сейчас полетите. Это пустышка. Подкалывать будем мышцу. Так же больно. Все маслянисто. Все там растираем. Все греем. Все мы знаем. Эффект. Эффект. В связи с данным случаях. Поставим с эффектом облички стероидов. По пласебо. Очень много этих работ есть. Интересная работа. Гельдония чистого. Чистого. Для специального высокого уровня. Так вот, поверьте. Ну, это просто весь мир об этом пишет. Четыре года. Сразу четыре года. Метод детекции. До полугода. Ключевой момент. Трометризидин. Ну, чаще нам известен как под названием продуктал. Опять же, множество синонимов есть. Множество. В отличие от гельдония, не является нашей спецификой. Часто применяют в Восточной Европе немцы. Применяют и так далее. За каждой гельдонишь. Ну, если кто-то читает. Кто читает регулярно? В этих журналхолд медицин. Кто регулярно его читает? Ну, если есть подписка, университетская подписка и так далее. Ну, может быть, и не важно. Это не хорошо, не плохо. Это крупнейший мир журнал, где в то время очень был блок по антидопинку. Там были работы Стюартах, Айнебергер и так далее. В 15-м году была работа Стюартах. По анализу допинг-прод в европейских играх в Баку. Помним их, да, все? В Минске были когда-то в том году, да? В Баку в 15-м году. Авторы просто проанализировали количество обнаруженных субстанций в разных пробах. И увидели, что представители России, подавляющий мастер-прод был мельтоний. У каждого второго медалиста в роли был мельтоний. При этом, когда команды возят за рубеж субстанции, они должны указывать. Указывали далеко не всегда. А в листах допинг-контроля вообще не указывали. Он же не запрещен. Диалог-вывод. Есть популяция, где мельтоний распространен в СССР широко, до 15%. Выточняется очень много. У медалистов половине проб мельтоний. Его почему-то не указывают, когда восят. Почему-то не указывают во время допинг-контроля. Но что-то с ним не так. Конструкция написана, что помогает от всего всем. От ВИЧ-инфекции до тудеркулеза. Все. Лечит все. Бежишь, прыгаешь, летаешь, не тонешь. Все у тебя происходит. После этого несли. Это было последним гвоздем. Это статья стерка. Это было последним гвоздем. После чего эксперты БАТа принесли постановление. Решите запретить. Сейчас такая же история по гистерону. Кто применяет на работе гистерон? Святые люди сидят. Кто слышал про гистерон? В следующем гвоздем. Когда российском футболе среди тренеров проводят опрос, есть российский злой договорный матч. Все тренировки есть. Участвовали или нет. Он не запрещен. Я вам обязательно один раз скажу. Тоже у продуктала реже применяться до 2%. Популяции было запретили сразу в 2014 году. Без мониторинга. Сроки детекции гораздо меньше гвоздем до 2 недель. Но эти могут дольше определяться. Об этом надо помнить. Тоже множество коммерческих названий. И тоже ни в одной из работ нет работы, подтверждающей его эффективность. Хоть один аспект. Есть процессы восстановления. Есть какие наблюдения. Единственная работа, которую можно привязать к эффекту предуктала. Какого-то, где мышей гарнили стероидами. Две группы мышей гарнили стероидами. Одной группе давали предуктал, второй не давали. И вот в группе, когда предуктал, у обеих группах печень мышей отказала. В группе, где был предуктал, сердце тоже отказало. Но попозже, чем выпить дегло предуктал. Это так, ну если вот так лучше, вот так, вот так, вот так привязаться. Сразу четыре года. Без вариантов вообще. Четыре года сразу. Вероятно, это тяжелейший класс. Тяжелейший класс. Дальше, наша специфика. Обреченные методы. Я читал доклад о Чувашском деле. Ну там конечно, там всем все понятно. Но там одно из объяснений было, что вот цитата, то врачи-спонсоры от Лоснова Республиканского. Русские не очень хорошо знают. Поэтому они даже был статус «Центуапы» трамают последовательный. Поэтому они там все вместе собрались и долго думали. Долго думали. 100 миллилитров. Сдал у меня 12 часов. Это что значит? То есть это вот, вот прям один раз нельзя? Или вот всегда нельзя? И вот они решили, когда перевез. На русском, на Чувашском, на оборот. Решили, что в соревновательный период нельзя, а в Айзе можно. И поэтому мы капли. Ну сейчас 30 человек находятся во время настроения. Будут от 2000 рублей отдыхать. Тренеры тоже, кстати. Надо четко запомнить. Запрещены все, все виды инъекций. Все виды инъекций. Объемом более 100 миллилитров в любой период. Соревновательный, не соревновательный. Напоминает. Соревновательный период начинается, если не указано иное. За 12 часов до начала соревнований. Например, на первом срок оси полега ответили. Это начал до дня приезда. Человеком может быть старт. Четвертый день соревнований. Приехал он. Когда он приехал? Он приехал. День приезда до 30 часов. Есть субстанция. Отвечем на касательный период. А при этом глюкортикоиды. Важнейший момент. По-хорошему надо, конечно, прогрессировать положение. Но в ЛА, любые пожелания, по-звинению, логичные положения, они натыкаются, конечно, на... Ну, люди долго чешут лоб, висок, замолкают. Другое растеян. Это длится годами. Поэтому, наверное, на вам рассчитывать не стоит он пока, к сожалению. Более... И поверьте, я должен доказать, что у вас эта инъекция была. Не надо, чтобы вас за руку поймали. Вот все. А? Кто знает, какой Брайан Лох-то? Пловец. 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 Пловец много. А шестикратов и без чемпионов мало. Тринадцатикратов и без лигеров тоже мало. Это тринадцатикратов и без чемпионов. Чемпионов и без чемпионов Америки. Только что у него закончилась дисквалификация. Знаете, за что он получил? Надеюсь... Надеюсь, наверное... Нет, да? За что он это получил? Он был за то, что не нашел ничего лучшее. Так во время капельницы. Регально абсолютно. Снимать селфи? А? Снимать селфи? А? Ну да, он инстаграм выложил. Причем на себя и свою подругу, которая рядом взяла подругу, сдал касание. Он получил за эту фотографию 14 месяцев дисквалификации. Субстанция была незапрещенная. Просто объем был явно больше. Все, человек в месяц. Это такой футболист Амир Насри. Французский футболист. Сейчас дисквалификация, наверное, закончилась, а может еще и нет. Получил большую воду из брюкан. За что? В Лос-Анджелесе это все делало американские торговые агентства. Они мониторят, следят. В соцсети. Токи находятся. Хэштеги. По хэштегам находят. Сомер Насри был в клинике Лос-Анджелес, который славится электронизированными капельницами. Ну, он вышел оттуда, когда струдец говорит, можно она страфироваться? Ну, конечно. Страфировался. Она выложила хэштег клиники все. А Насри был в этой клинике, сотрудницы. Запросили информацию, что он там делал. Делал капельниц. Больше водокосферкации получим. На основании вот этого. То есть здесь, ну, с этим понятно, что если... Никто не говорит, что это жизненно опасная ситуация. Мы, кстати, по этому блоду сделали специально, мы в анитопинском комитете сделали аккаунт antitoping.rusav И там у нас есть, по-моему, другая информация, есть там вебинар. Человечный конспондент, который говорит, ну, и то есть он на это под дивой, в роликах имеет пати русава. И он на сцене двух часов рассказывает, как правильно те оформлять, как быть в той или иной ситуации, усила ОСА на соревнованиях, куда бежать, чтобы не залететь, если скорая сделала капельницу, справку не дала, что надо делать. Там все она рассказывает. Поэтому я даже не буду там останавливаться. Собейте, не поленитесь, анитопин.rusav Не поленитесь, посмотрите, там все, для вас все есть. Больше исключений вот это есть, конечно. И опять же, у нас есть случай. Спортсмена сибирской спортсменки, которая сделала пластиковый носовой переговорок, который с рукой был фрумбоа, у меня там возникло осложнение, отек и так далее. Ей сделали капельницу с дюретиком, она сделала какую-то капельницу с дюретиком. Ее выписали домой, она в пуле. Выписала домой, выписала домой, там все написано. Ну, она вроде как не разбирается в этом, врачи об этом ей не сказали, включает недобий контроль, находит теоретик, получает на свободе скрификации. Не очень хорошая ситуация в любом случае, я так называю скрификацией, правильно? Но я простроился сильно. Ну, причем вины-то регионы, да, халатность, халатность, но, понятное, слово умысла точно не было. А в этом оформить тиль никаких проблем нет. Я знаю, что при этом пройти бывают сложности, у нас в городе был случай, футболисту, известному футболисту, в проемом эфире разбили голову, в проемом эфире, то есть там голову рассекли, ушиб мозга, 17 шов наложили, госпитализировали, социального мозга, сделали ему некуда, потому что потека мозга не было. Ну, врач команды, как положено, ученые, все, сейчас тим, все документы отправили туда, они ему говорят, не, форосемит не надо было делать, тебе не дадим. Ну, благо пандемия началась, врач говорит, мы-то здесь при чем? Мы-то здесь при чем? Мы не против, чтобы не надо было делать форосемит, но мы уже его сделали. То есть мы сделали в больнице, вот-вот-вот, вот шел там уголовный, с ногу. Я, кстати, может, в характере покажу. Поэтому, об этом. И вот ключевой момент. Ключевой момент, что нам отличает наши результаты в результате Русана. Я вам говорил, специфика российских легких, давайте отвечать на динамику, российских легких атлетов, выступающих на стадионных дисциплинах, так назовем, метания, толкания, прыжки, спринты, ну, барьеры. Это применение экзогенных эндогенных анаболических стероидов. Это приправки цистерона эндогенных, да, которые ПТЕ ловят. И, ну, вы наверняка не знаете, не слышали, инстрол, смазолол, ароматуринабол, известный с 50-х годов, да, как цистерон, никто не знает, ничего не слышал, но они есть по ним. Уловят в 90% дисклификации перепроверки экзоген анаболических стероидов. В чем нюанс? До 13-го года не было четких методов детекции долгосрочных метаболитов экзогенных анаболических стероидов. То есть, условно, ловили только долгосрочные, там, до месяца ловили, потом ничего не ловили. С шестого года в Крёхской лаборатории в Крёхской лаборатории проходили работы и что, в этом году уже начали определять метандиеном, уже начали определять. К 13-му году все лаборатории в мире уверенно определяли долгосрочные метаболиты анаболических стероидов. Сроки детекции составляют 250 дней и не ограничиваются ими. Весь мир знал в 13-м году весь мир знал что все кредитованные в АДО лаборатории определяют анаболические стероиды до 250 дней. Весь мир знал. если кто-то когда-то кого-то чем-то подкармливали не нашли то они не смотрели поверите и сейчас все существуют проб и спокойно по метаболитам ловятся. Ровно так же происходит с эндогенными формами анаболических стероидов препараты тестостерон ЕПТЕ там специальные методы спокойно обнаруживают многими-многими месяцами. Я не вызываю их применять понятно нельзя применять я уж не говорю про печень не говорю про сердце не говорю про андроген стимулированный атероскорост раз через 20-30 лет приводит к крайней смерти от инсультов инфарктов это мелочи как говорится ну печень она сердце тем более результат ловится по факту до года по факту до года причем не зависит от количества досы то есть курс маленький и так далее и так далее вот результаты мы провели большую работу самые результаты российских взрослых соединенных дисциплин с американским спортсменом вот один из примеров 10-й год до 15-го вот результат четко хуже четко лучше напрямую связан с 15-м годом в российском анатомиковой лаборатории Русана и начали передать экзогенные стероиды сейчас у нас в структуре нарушений очень мало находит экзогенных стероидов их перестали применять потому что они ловятся ничего другого ну мы все утешаем тем что американцы считают то что они ловятся можете этим утешать нормально тем почему нет но надо понимать все то что ели американцы в 3-м 3-м 8-м 10-м годах давным-давно так же ловится так же долго определяется тоже надо помнить ключевые моменты о чем надо помнить сейчас приходим к чистому спорту о чем надо помнить спортсменам это ключевые моменты которые помогут любому честному спортсмену избежать наказания реально помогут ну или вместо чероплета получить полгода что тоже в принципе это плюс так большой процент загрязненных бадов и спортивного питания загрязнен субстанциями не указанными на этикетке этот процент может стекать по 10-ти процентов в разных странах то есть просто на этикетке написано что там содержится по разным причинам иногда это сделанамеренно делается добавляет запрещенная субстанция запрещенная субстанция там креатив геймер ты пьешь эффект креатив какой-то компания вообще божественный ну сарафан 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 этой компании по сарафану хватает второй вариант когда на одной той же линии производится в течение дня многие компании производят продукцию для любителей спортсменов профессионалов условно метилгисонамин не запрещен когда ну добавку шорта применяешься почему нет и одна компания делает на долине продукцию для разных групп целевых до 55% это не всегда запрещенная субстанция но очень часто очень часто руководитель национального агентства США подписал письмо всем спортсменам мира они массовые поимки контроли на старине которые добавляли гейнеры это креатив это треники это все что связано с силой скорость и стимуляция перед генировками стимуляции ну вот чаще всего что находит аналогические спероиды сразу с1 сразу 4 года не докажешь что это халатность 4 года стимуляторы как пойдет можно на год можно на два ну там много вариантов есть и опять же второй вариант когда часто с метилгексинамином так само экстракт герами при тренингах популярный имеет множество синонимов то есть метилгексинамин у него есть 20 синонимов вы вроде банку смотрите метилгексинамина нет ну там что то другое есть ну вроде что я не запрещу начал пить пробу сдаем как этого избежать потому что сейчас будет сказано это все мнение это на судебных делах то есть вот так люди себя спасали кстати ничего не мешает так делают и нам в России ничего не мешает Штатах Вангрии Западной Европе так делают давным-давно все спасания делают хотя понятно не поможет нам избежать доказательник кто-то подписывал на сцену его ложить да ну смотрите при покупке любого бата любого бата любого лекарственного средства обязательно сохранять чека покупки обязательно сохранять чека покупки потому что когда будут собирались мы должны показать что да я этот бат купил тогда-то тогда-то это вопрос принципиальный второе обязательно пропитать дополнительный экземпляр нужно вам 5 банок ПЦА или что мы делаем купим 6 банок ПЦА и штук банку сохраняем в запечатанном виде не открываем вообще ее до тех пор пока вы сдали новый контроль все у вас там хорошо дойдите и ПЦА не пропадут да что там что там что там что там принципиальнейший момент третий момент принципиальный в каждой из баночки обладки блистере сохраняем чуть-чуть из 10 таблеток витамин Д купили ну Д купили витамин Д сколько там 100 капсул например две на дне оставьте креатин купили там 100 граммов одну оставьте ложечку одну оставьте ну ничего не произойдет страшно в жизни если его оставить три ключевые момента чек запечатанный экземпляр и на дне не дай Бог будет залет не дай Бог будет залет у нас был спортсмен в России он есть дай Бог ему здоровья доказал что применение неропеченной субстанции аналитических сетероидов это было халат с той стороны 20 раз от пяти он получил там полгода не за 4 лет он доказал доказал именно вот так он сказал ребят я вот купил добросовестный купил дикетки этого нет вот запечатанный экземпляр проверяйте его ну он сам проверяется в счет но он может проверить вот остатки в этом совпадет застав чек есть но главный момент это ничего не работает если вы протоколе допинг-контроля не укажите все то что вы применяете как вас заболевать с протоколом лоббин-контролем ну я так говорю в катетике в футболе точно так уставший футболист уставший который в год тестирует раз 25-30 каждого это черед России еврокубки сборные всегда всем составом семь человек два человека и так далее кровь в мочах тоже приятного мало да уставшие самолеты там ночью летаем ждет все ждут все нервничают помочиться не может потому что это изложен они же не могут не будут тебе время иметь что так пишут так карниатин пил писать не буду так ватрен напишу мидагаун пил напишу мблса ну окей напишу так что еще креатив бокс не будем писать да то есть написать не будет написано такой пренатуре значит кто-то не ел ну все ну не написано не ел так что не ленитесь пишите все то что ну разрешил мне потому что все должно совпадать если вы видите что я покупал пять банок креатина у него банка запечатана чек все есть а у вас не указано банка креатина значит его не пили то есть его не указали ну о чем мы говорим это ключевой момент не хватает места в протоколе просить его дополнительный протокол там всегда место есть еще пишите там это вопрос ключевой ну вот я здесь об этом говорил да что важно какой еще момент никогда не вздумайте сквозь вверх контроля кажется вам что они неправильно себя ведут кажется вам что они ханят что они туда не пришли каждый спортсмен половина спортсменов и все тренеры уверены что они лучше из них знать правила контроля ну лучше знать поверьте вы встал случаи затем хуже что они там блок учитан обезьяна учитан скорости бесполезно мы в футболе часто словно у меня есть коллеги которые там кажут это скандал вот они как к войне готовятся вот нам в УЕФА когда приезжают делают так вы делаете так РУСААДО делает только по протоколу по регламенту УЕФА если говорить годами приезжают в фильмы десятилетиями приезжают они уже как в семьи он уже знает и говорит что там по-моему почти не сдаваял пошел сдавать когда никогда не спорьте у нас был недавно в лучшем футболе когда врач главный врач глиотолог очень модной команды прогрессивной начал рассказывать о том контроле какой он важный какой он занятой самолет под парами ждет они вообще ничего не разбираются давайте быстрее устроить цирк ну чудом он не получил 4 года за препятствия проведения процедуры это легко вообще легко никому потому что они записывают что надо делать есть претензии есть глава комментарии молча пишите все что надо пишите это все обязательно рассматриваем обязательно рассматривается обязательно рассматривается что скажут чем связано меры и так далее есть частый вопрос я спортсмен на сборах нахожусь улетестирования иду по улице выхожу из улицы идет допинг контроль это реальная ситуация он говорит Иванов понимает что это человек из красавцов не не Иванов а кто Петров или все же Иванов не нет Петров 100% документы покажите теперь начинает убегать молча бегает через забор убежал выясняется что Петров все же Иванов Иванов получает 4 года очень сильно возмущается что вообще я не в пуле я не на соревнованиях подошел обознал значит надо сдавать вариантов нет никаких по поводу тестирования окно указано но я думаю что есть люди кто знает как это делается кто не знает так скажу есть окно мы все знаем на сбор приехал окно указал где ты будешь точно сам уже идешь где-то по соседски приводишь к окну вот я ну я понимаю что есть эксперт который оценит эту тему найдет вне окна найдет вне окна так что надо сдавать то есть он пришел он вне окна это указано вас нет никаких проблем не будет но если он вас нашел вне окна то надо сдавать в любом случае и нет такого что 3 часа утра нельзя сдавать ну нет такого в Кутюрике такого нет нам кажется что он может 6 это окно нельзя указать меньше чем 6 все сейчас сын Степан Ксилев все писал в инстаграме и так далее как он вложок получился сейчас выехал на такси приехал в такси в работу в Москву съемную передачу торопился ну молодец написал все инсинуации закрыл у нас некоторые герои по 2 года сидят и скромно в пол смотрят и ждут когда-нибудь 5-4 года это другой подход ну просто ну должен был указать что в пути не мог понять в каком пути в Москву Чипацар и так далее то есть такое бывает такое бывает несомненно но это все делается легко с помощью новом сам он себя вины не снимает он об этом знает конечно же федерации эту работу ну пока и опять же последний вопрос про список мониторинга очень часто приходится слышать даже в мониторинге в мониторинге не могут службы все что в мире существует это очень дорого в мониторинге что вы понимаете за одну 40 тысяч рублей а саму группу анализ походит в тысяч 20 на периоде на наш то есть не могут все а на эти что основные группы и список мониторинга для чего это делают чтобы определить собстоянность применения того или иного в разных группах популяциях вот сейчас в списке мониторинга это не запрещено и когда мы говорим про бета-агониста короткого действия а почему говорит сальбутамол он же венталит когда мы несчастным норбежским астматиком приветствуем все эти коллеги сальбутамол дузить до 800 мг микрограммов одновременно не запрещено никому вообще вы можете в прямом эфире олимпийского марафона брызгать сальбутамол себе 8 шиков и улыбаясь и взглядаться дальше это не запрещено это же написано используем хирургического алфавита запрещенного в списке черным по белому шрифт можно выбирать и вроде все это понимают просто после вы должны указать скажу что вы применялись захотелось у спазма в этом есть работа на американских спортсменах человек отбойная причина через 90-х годов в этом кстати он есть каждой четвертой девочкой выносливости после нагрузки использует гонхоспазм который лимитирует ее работоспособность что мешает проверить правильно оформить и использовать больше дозных или дозных он всегда использует всегда можно использовать у нас то что важно для нас две субстанции биметил сейчас кто знает про биметил слышал активно украинская белорусская тема антиход называется в инструкции опять же есть работы на русском языке от этих журналов не рецензируемых понятно тоже лечат все от снижения полового лечения до бицепс за месяц 45 см достигает 25 см стимулятор под нас под Россию по странам сангрии вели в мониторинг по нему работ нет нет пока по нему работ а вот по гестерому который все слышали но не применяют работы активно ведутся ведутся он сейчас в мониторинге во всех статьях которые есть по этой тематике в ведущих журналах в этом профиле он напрямую называется русским секретом из 80-х годов все пишут об этом все пишут что применяют россияне в больших количествах работы которые были сначала на мышах в 15-м году немко-пар сравнивали как влияет применение метаггестерона на силу подколенномышцы у мышей представляете какая мышца мышей в итоге статьи нам давали метаддиенон гестерон что еще сравнили эффективность метаддиеноном и уже тогда писали что требовали включить список запрещенного группы с 1 это 15-й год учитывая что ПАР и Роземан работают экспертами ЛАДА понятно что работа они получают финансирование работают дальше из России ответа не приходят следований нет никаких ни подлежащих ни подлежащих и в том году была работа Роземана уже на добровольцах уже на людях четко показали что десетирон в больших досах все же я там все же применял ну какой досе мы применяем ну какой почему досе ну если желтый голод суконный какая доса ну смелее давайте ну знаешь пьем же не запрещено что вы тут вот 200 миллиграмм и мы десерон голд или на 200 да на 200 у человека ну миллиграмм вы говорите то есть до грамма если вы хотите полграмма да до грамма до грамма ну футболе так используется грамм там полтора и то начинает крепить скажет что десетироны крепить не буду ну скажем десетирон но везде по щенку прислушивается да не о том 2 грамма да закрепило а скажем не о том вроде нормально все нормально десетирон там доза которая расходит было чуть ли не 4 грамма ну ну понятно что в таких дозах никто не применяет ну поэтому с очень большой вероятностью его в следующем не запретить это будет мощнейшим ударом а почему больше в году сборной России не запрещен не 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 это нет здесь просто я же его в этом году буду дарить скажу вам больше с первой я как раз не закончили что в этой ситуации делать есть два это события амельтонии вата уже обошлись запретили а сколько выводится не решили сейчас решается вам вряд как его обнарушивать как только обнарушить сразу запретят все эти статьи кто есть пишут он аналогично не повернутся на геномом ничего не придумываете о на мышей запретить запретят с первого октября на сайте Русада появляется перевод версии английской на следующий год он уже есть на русском языке мы его все разошьем понятно разошьем но как показывает опыт я когда просил про тренеров у нас тренеров в России около 4000 цензированных тренеров и мы им рассылаем на почту кто здесь есть лицензированный тренер полевого атлетики поднимите руку пожалуйста 1 2 ну получается 5 да 5 вы хоть раз что-то на почту от ВФЛА получали эту информацию поднимите кто получал 3 ну вот вы больше своей пользуетесь да а мы в одной республике Южной искали президента Федерации после двух дней поиска вышла в школу человек, который назначил президент Федерации он об этом он когда-то слышал об этом но думал снова ни разговоров осталось и поэтому я не против не отказываюсь не могу создавать президенту ибо не знаю кто то есть контакты дать я соберу его я вот с 1 октября будет список и если там будет инститерон то конечно надо сразу прекращать его применять даже не обсуждать ничего не придумывать потому что ну прям будут вводить список С1 сразу на 4 года ну тут уже чуть пугалки Русада кстати настаивает у всех кто такой технологии у всех залетевших по мини-скорификации административного правонарушения засчитается штраф от 30 до 50 тысяч рублей всегда бывает ну наверное может быть немного хотя я считаю почему-то немного но нормальная сумма те слифицировали через 50 тысяч рублей штрафов неприятно тоже и плюс поверьте она будет отбирать рецепт можно подавать суд никто не против отбирать если положение такое есть его надо выполнять и таких тренеров там 6-7 человек есть они суды подают можно выполнять поводу ну что банально не правильные документы отправляют ну сути не меняют вот об этом надо помнить хотя абсолютно я могу ответственно заявить никаких вопросов к тренерам спортсменам которые когда-то имели проблемы никаких вопросов нет а надо смотреть вперед надо смотреть вперед и и будущее ничего такого не делать вот что делать в будущем тогда соответственно помните критерии да когда РУА разработали все в пугались в том тренерах выдохнули тогда понятно что все нормально с тренерами спортсмены поднапреглись но учились критерий ни один человек не прочитал до конца ни один человек в России не прочитал ни один человек не знает списка сборов на сайте негативно Ну сейчас по этим критериям ни один спортсмен не лишается возможность спать за сбором. Не один. Не потому, что специально это подвели, но так получилось. После 2015 года, слава Богу, они меньше применяют, слава Богу. Если вопросы к этому поводу есть, презентация будет вашим распоряжением, тренером на вас, по-моему. Я сразу анонсирую, меня хотел сюда привезти. У меня вчера филосмажор случился. Я живу на северо-западе Москвы, улетал. Я вчера его выяснил с Домодедова, и понял, что из шлемейки будет рядом. Домодедову на машине 3 часа. Я потерял русский паспорт. Пока за грантом все решил, меня в машине укачало. В общем, плакат, который я сюда вез, я оставил в машине, потому что я понял, что я умру. Ее не задержали, мы при посадке из-за птиц два раза на груз ходили. Мысль какая. У нас есть серия плакатов. На сайте в антидопинг русский есть, и тренеры мы расслали, точно рассылали. 12 плакатов в наборе. Мы уже их расслали бесплатно. Я так понял, что, когда я приобретал, что бесплатно, сразу нашли заявку. Сначала было так все очень. Бесплатно абсолютно. Во все регионы России направлены комплекты. Там, вот то, что мы сегодня будем говорить, мы все установили, есть распоряжение антидопинг, питание правильного спортсмена, восстановление. Все это есть. Все это есть. Мы пришлем, в антидопинг пишите адрес, мы пришлем, сколько надо комплектов, ну, без фанатийского, да? Мы пришлем, и будем обязательно вам анонсировать все то, что будет делаться по образовательным материалам. Потому что сейчас готовится послушать инфекция для тренеров по сприт, он с актальными взорами. Будет готовится послушать инфекция для тренеров по выносливости, с привлечением в рената коновы. Запустим, надеюсь, в октябре сертификат в курсе броса и так далее. Будет метание, все будет. И вот специальный курс, разработан на Лигу Карача-Далибовым, для тренеров и спортсменов по внутрецептике фармакологии, чтобы вычеркивать с груза сертификата в курсе броса. Я понял, что без сертификата вообще никуда, да? А лучше, чтобы у курса броса. Тогда прям уже сразу жизнь другая. Коллеги, у нас следующие не устали? Не-не-не. У нас три темы следующие. Три темы следующие. Это, ну, планировалось мышечные повреждения, стрессовые повреждения и постногрузочное восстановление. Учитывая, что, ну, мне-то хлеба герни, да, о чем-нибудь. Говори, говори. С какой начнем? Я все презентации оставлю, оставлю. У нас опять же скоро будет курс, огромный курс отснят, 72 часа по спортивной медицине. Мы всем бесплатно разошлем. Сейчас заканчиваем снимать курс в видеоректе наших лучших судей по судейству. Правила, конечно, публикуем книжкой. Все это будет. То есть с какой темы начнем? Мы ищем повреждения? Мышечные повреждения. Мышечные повреждения. Мышечные повреждения. А по теме, которая сейчас была, вопрос один можно задать? Можно один, два, три. До пяти вопросов. Не совсем понятно. Вот вы сказали про спортсменку члена сборной России по легкой атлетике, которая делала инопластику, да, ей применяли препараты, да, которые запрещены. А почему врачи ФМБА, зная о том, что они не были запрещенные препараты, не сделали это? Вопросы. Первый. Хороший вопрос, на самом деле. Хороший вопрос. Просто, если вы когда на сайте, на аккаунте, на брусах, посмотрите вебинар, пойти, у вас вопросов бы не было, мы еще не смотрели, но лучше отвечать. Вы даже четко, коллеги, надо четко запомнить. Оформление разрешения энергетического использования является полностью, полностью сферой ответственности спортсмена. Иванов спортсмен должен, врач без зубов, ему может помочь, а оформлер положен, но ответственность всю несет. Мне один тренер нашей ведущей спортсмен говорит, куда не начинал, он мне ответил, что Федерация могла тебя оформить. Я говорю, я ему сражаю, как мне вам помочь, скажите. То есть обследование 13-го года, 15-го года. Я, тренер, я знаю, что нужен битоксиметазрук поколоть, подсветение, об этом говорится. Тренер, я знаю. Он говорит, но оформляйте, то есть вы узнаете. Потому что так не вам помочь. Иван, он заново обследовался. Считай документы. Ну, мы же 13-го года обследовались. Что они нового скажут? То есть только спортсмен. Это не снимает ни в том случае, почему ее тренера, ее тренер не была лишена лицензии, кстати. Только по этой причине. Мы связались с группой МПА. Да, в таком случае был. Произдали объяснения, документы, ксерокопии. Все было предоставлено. Реальность, спортсмен в тяжелом состоянии. Было осложнение. Ее там никто не спрашивал. Можно тебе или нельзя? Ей спасали жизнь. Да, спасали жизнь. Врачи не сказали. Это, на мой взгляд, это недопустимо. На мой взгляд, струй ФМПА. Но это нигде не прописано. Что они обязаны сообщать. То есть не прописано, что врач, который делал, оториларинголог или аниматолог, тоже не написано это. Хотя, я считаю, что это запрещенный список на идиута. То есть мы зашли на сайт и посмотрели. Напишите, что вы делали. Возможность запрещенного Е. И завершать вопрос, где искать запрещено или не запрещено. Сложный вопрос. Сложный вопрос. Есть приложение Antidobium Pro. У кого есть Antidobium Pro приложение? Оно коммерческое. Оно коммерческое. Оно что-то вам плантное слово. Бесплатно еще? Платно, плантно. Платно, плантно. Вот вам недавно. Вы не часто заходите, кстати. Вы просто не приметите запрещенный препарат, Вы применяете, да. Поэтому иди. Вот вы раскусили, да. Имена запишите, хорошо. Правильно вы говорите. Оно коммерческое. Там есть все, что связано с лекарственной субстанцией и так далее. Но, например, спортпин и БАДы, там только те, которые заплатили деньги, их проверили, они включили. То есть сто на компании 500. Три могли проверить. И вы же понимаете, что проверяют конкретную партию. Часто это спортсмен. Ну что, вот там ФНБА, там денег, миллиарды. Откройте свою лабораторию, чтобы было четко все. Это невозможно сделать. Каждую партию надо проверять. Это настолько дороже все сделает, что у спортсменов есть пересталки. Может, у нас лучше нечисто. Если там чего-то нет, это не значит, что этого нет или оно разрешено. Это первый постулат. Второй постулат. Есть такой сайт, лист.русадо.ру. Там все лекарственные субстанции зарегистрированы официально в России. Лекарственные субстанции. Вы должны помнить, что каждое шестое лекарство, продаваемое в аптеке в России, является совершенно запрещенным. Каждое шестое из 12 000. Кто курс прошел в диагонал на сайте РУСАНО? Час занимает? Час занимает. Получите спецификат, можно на английском языке даже получить. Для тренеров это антидопинг, для врачей медицинский. Поверьте, звонок в футбол, все футболисты сами прошли. Мы, правда, обязываем, у нас нельзя получить заявку на сезон, пока вся твоя команда, Велосифилипалчев, Семин, вот он сидит в Семин, и вот проходит курс. Мы рядов не пройти, заявку не получим. Мы автоматически не пройти. Все прошли. Поверьте, там каждый год появляется нюанс. Занимает час, даже меньше. Шесть, восемь вопросов для идиотов в конце тестовых. Там есть интересные вещи. Те вещи, которые могут спасти вам карьеру. Они, так сказать, очевидные вещи, но они есть. И вот проверить, есть другие обстоятельства, я не могу проверить, русскоязычки по большому счету и есть круглосуточная линия РУСАВА. Можно круглосуточно позвонить, спросить. Ну, вы же понимаете, если просматривать, когда спросите, мы просматривать, консультации не даем. По лекарствам, да. И какой нюанс, например, у РУСАВА. Есть, например, капли отимпакс. Там написано, хитро написано, мы свечем сразу красным, когда разрушено зеленым, звучит красным. Красный цвет, ну, мы все в России живем, знаем, что красный, когда анализ крови сдаем, там у нас там нитрофилы, нитрофилы 50, нет, нюфоциты 50, красным. И тоже думаем, ах, красный. Все. Ну, жизнь остановила, ну, красный цвет, а тут, кстати, по допингу красный. Ну, три тренера в паралич, спортсмены, все пропало, да. Что написано про капли отимпакс? Что там лидокаин и бетазол, по-моему, что они могут быть причиной, неблагоприятия, они не знают, что это запрещено, могут быть причиной. Сложно положить. Даже не надо положительно, но что надо делать? Ну, вообще, после красного цвета, я, в основном, для меня, останавливался не делать. Вы видели, красный, бокс не паять, там здоровье не подожрется. Ну, если в теме чуть-чуть, он не запрещен, но может. Это просто допинг натура, просто его указываете, чтобы применять, да-да-да-да. Как часто, на чем был этот час, свет, на чем у спортсмена были вопросы футболиста нитро-клубов после оперативного футбола, когда была лаборатория. Гипроспан колено укололи, это разрешенный способ, но криво написали, там, там, нечитаемо написали, они смотрят, когда в пробе есть дексаметазон, есть, куда уводили, не написано. Ну, обязательно, я лично читал. Гипроспан, 1-0, точка. Это я понял, что это, я просто врача, а почему не писали, что гипроспан, столько-то, столько-то, туда-то, в связи с кем. И не было вообще его вопросов. А там, в пробе будет дексаметазон, его же можно и правильно вести, правильно? Правильно. Здесь то же самое. Поэтому, здесь, красного боятся, бойтесь красного, но там разные варианты есть. Давайте перейдем туда к мужчин-повреждениям. Тема моя кандидатская, тема моих нескольких статьй в больших журналах, ее и так, и так, и так, здесь, потому что что-то итог. Потому что одним классикацией мышечных повреждений существует 10. Минимум 10, таких больших. Что надо помнить? Это, действительно, самые частые, самые частые мышечные повреждения. Ну, самые частые травмы. То есть, существует в спорте выжить достижение. Причем чаще всего, это, конечно, травма таза, нижней конечности. Вот вы на все этот момент помните, да, счет мира в Лондоне. Помните финал эстафеты? Я, понятно, его смотрел. Интересно было. Вот, я получаю травму, сэнглуб на финише. Там две наши замечательные комментаторы, два женщины, две женщины комментировали. Но они, как многие комментаторы, собираются во всем. Ну, а вообще то, что в медицине и футболе собираются вообще все, в принципе, в России, они сразу в течение трех лет дают три разных диагноза. Точно. Точно. Ахим. Точно. Ахим. Точно под колено сухожили. Что-то термин никто не знает, потому что перевод с английского хамса, который, на сожалению, есть. Это перевод под колено. Это всего лишь мышца. И там, в третий какой-то вариант. Хотя, ну, любой, в районе, спортивный, ну, хоть какой-то квалификации, работающий, скажу так, спортсменами, футболистами, в этой ситуации. Четко понимаешь, что это повреждение мышц в группу хамслинг первая степень тип бегуна. Первый тип чаще повреждает угловая мышца, и второй тип тип танцора по типу стретчинга. Самый участок тип того повреждения спринт-спринт. Скорее. Ну, бег. Гринт. Ахилл. Ну, понятно, ахилл. Это ниже, ахилл тоже, как косой подкашевал, с боевым сейчас так бывает. Он падает, оборачивается, никого нет. И он себе уже, может сам оставить диагноз. Упал, как подкошенный, никого рядом нет. Ахилл, значит, ты порвал ахилл. А он, врачи там, к ахиллу собирают, три дня думают, идут, сейчас два, два отстать исследования, и чуть решат. Вы можете без этих исследований поехать и перебиваться. Они полностью правы. Мышьи отношения реально очень часто встречаются. Причем вы понимаете, почему очень много футболи. Если кто-то изучает научную литературу, посвященную специально-науке, подавляющее то, что всех исследований посвящены сокеру, именно сокеру, американские журналы искренне, рецензенты искренне недоумевают. Почему по словам футбол? Мы называем сокер. Европейцы искренне недоумевают, почему по словам сокер? Ну, почему бежим футбол? Один футбол для европейцев, для американцев один футбол американский. То, что мы называем футбол, для них точно сокер. И термин надо менять. То есть футбол-плеер, ты не напишешь американцам, только сокер-плеер. А в европейцам это суд. Все исследования по футболу, американскому футболу, по скетболу. По легкой атлетике, к сожалению, сотые доли процентов. Совсем сотые. Это не наша реклама, это данность. Рэпо-хотокан, последняя большая работа, посвященная выносливости МПК, субэлитных ходоков, неэлитных ходоков. Датируется в 90-м году. То есть 30-летняя была работа по выносливости. Вот все, что надо знать. По спринту, кстати. Кто-то спринтерами занимается, нет? Врачи, тренеры. Спринт занимается. Мы выкладывали выносливость, правильно? Выносливость всех важных. Есть большой обзор по спринтам. Там как раз в 90-м году вышел. Там все подытожено. Все, что в мире по спринтам есть. Начинается методик тренировок. Заканчивается восстановление. Как тренировать элиты? Как она тренируется? Зачем это тренировать элитные? Или не элитные? Как она должна восстанавливаться? Покрытие. Все описано на многих страницах. В этом доступе есть. Бесплатно можно читать. Любому человеку можно читать. И вот, смотрите. Чаще всего травмируются какие мышцы? Мышцы группы хамстринга. Мышцы группы хамстринга. Мышцы группы хамстринга. Я пользуюсь условно английским названием. Но весь мир так называем. Мышцы группы хамстринга это мышцы задней поверхности бедра. Это три мышцы. Двуглавая, полуперепончатая и полусухожильная. Это самые частые виды повреждений. Потом идет приводячая прямая. Горь. Почему важно это знать? Механизмы повреждения принципиально другие. Кто увидел травму Андрея Лунева в матче с Ахматом? Кто смотрел эту игру? Волк кто-то есть, нет? Откуда все люди? Я когда-то в пятеро, я понял. Футболистов нет. Нет, мы есть только не смотрели. Выбивает мяч, выбивает мяч, выносит мяч, с криком падает, хладает за Петров. Именно так всегда происходит повреждение прямой мышцы Петра. Всегда. Но у него оно тяжелое. Сразу было понятно, что оно тяжелое. Полный отрыв по факту. Он, понятно, будет лечиться только консервативно. Старкое лечение всегда. Полных отрывов только консервативно. В этой зоне, в этой зоне. Поэтому по этому вопросу, по механизму уже можно. Во-первых, когда по футболу групп в России в 2012 году, в каждой команде был технический и медицинский аналитик, которые сели на трибулах. И которые, было быстрой повторов, когда врач бежал на поле, могли в уху уже сказать по механизму травмы о чем можно думать. То, что уже по механизму можно думать о какой-то той или иной травмах. Это сотрясение. Ну вот, хамстыг, да? Вот хамстыг. Три мышцы. На их долю приходится с самого часа лечить повреждение. При этом я, коллеги, подчеркиваю, что полупрепончатая мышца, смотрите, они прикрепляются. Мышцы, она, например, там, мышца подняжья, начинается вот здесь, идет и прикрепляется вот здесь. И когда что-то болит, ну и что, колени? Мы делаем МРТ, а на стороне после МРТ колена кроме мениска ничего видеть нельзя, в принципе, но очень часто это как раз повреждение, воспаление. Драматично именно эти сухожжилия прикрепляется. Здесь три сухожжилия, здесь четыре, здесь пять. Здесь же прикрепляется, обращу внимание, где прикрепляется эта коленная мышца в ухве, кроножная мышца выше суставной щели коленного сустава. Выше. И очень часто это повреждение, которое болит сзади, мы делаем. Находим страшное слово киста Бейкера. А киста Бейкера, ну это прям все, да? То есть это нюансы. Ну, в футболе, по данным МРТ, 25 лет, 20 ведущих команд, каждый день посылают в УЕФА данные о своем травматизме. И в УЕФА знают то, сколько локомотив синито, а потом в речках играют. То, сколько играет, сколько травм, сколько они лечатся, сроки лечения и так далее. И на основании этих исследований педагогических разрываются протоколы лечения. Например, погружение боковой связки коленного сустава, вплоть до третьей степени. Лечится только консервативно, без использования брейсов. Не надевают брейсы. Только консервативно, это быстрее и безопаснее. Разрывы заднего связки лечатся только консервативно. Никто их не оперирует. У нас в стране почему-то, задний крест, спортсменов. Чем выше вылечит кристаллизму, тем нет шанса вернуться. То есть, сгон у человека не вернется. Во вторую лигу, да. Ну, может, двигатель накинуть, а будет другая. Очень много дискрименций, которые есть. И когда говорят, что врачи с краем волны, вот там заднюю дёрну, ну, это месяц, природу не обманешь. Но если мне пишут, это 14 дней. Но весь университет говорит 14 дней. Рецидивов 16-24% во всем мире. От 14 дней лечить, от 30 дней лечить. Ключевый момент, ну, вот так, раз, о чем мы говорили. Травма в Анан Закове в матче с Водской Аравией. Уже на поле было видно, что случилось. Вот здесь он мне говорит свой диагноз. Он знает свой диагноз. К самету подходят. У Саши, я всегда знаю, переживающий. Подходят. Задняя, задняя. Они знают свой диагноз. На поле знают. И он срок знает лечение. Он говорит, что по ощущению? Он говорит, ну, я думаю, что тот в две недели справится. Они по ощущению. А когда говорят, все, нет, вариантов нет. Они знают, что он месяц. Это важный момент. Я расскажу, почему, потому что безболевая ходьба. И вот механизмы. Два механизма повреждения мышц группы Хамских. Бегун. Тип первый. Это спринт со сменой направления. Это классический вариант. И танцор. Черезмерный стрейчинг. Ну, условно, когда там, знаете, там. Ну, легко, дети, не знаю, когда. В подкате тянутся. В подкате. Или там под ногой ушла. Легко, дети, не делаются, да? Это когда-то под нога ушла. Почему важно? Потому что спринт со сменой направления это чаще повреждается двуглавая мышца бедра. А второй тип. Это полуперепорщика или полускожильная мышца чаще повреждается. Это ключевой момент. У нас сейчас два спортсмена. У нас есть тренированных. У нас сейчас у нас с чего-то. Как произошла травма. Один говорит, бил по воротам, кальнуло. Он знает свой диагноз, что он трогал. Второй говорит, подкатывался. Подкатывался, скорее всего, он не вижу. Привод испанский говорит, ну, я знаю, что там, ну, там. Задний болгриб. Он знает. Он совпечения же все может назвать. Важный момент. И он, механизмы различные. Передина из бедра. Ну, я на футбол как стополирую, она рвется вот так. Да, вот так. Это классика жанра. Приводы. Ну, понятно, что в футболе, когда они внезапно блокируют стопу, уходят, да? Опять же, я расскажу. У меня же есть наши коллеги из диспансера, правильно? Опора врачей. Да. Да. Вот. Там ключевой момент лечения. Мы вообще все здесь изначали презентацию, на дождя футболистов сбор сдали аккаунт. В инстаграме футбол нет, что они боролись с врачами на местах. Вот. Там уже 5000 подписчиков. Многие подписаны. Для них пишут. Лунёв получил травму в перенесе бедра. У нас пост появляется. Как в мире эти проживения лечатся? Чтобы врач посмотрел и перестал пройти в Финляндию на операцию. Пока он кто-то дернул, у нас пост с ссылками на исследование, что не надо брейс надевать. Гипс, тем более, не надо. Остать человека в покое, что после гипса он в городе не будет в своем уровне. Ну, голень, мы знаем. Мы приедем, ну, а хим. Ну, то есть, ну, в принципе, кому-то голень не есть. Диагностика. Вот здесь, ну, важнейший момент. Опять же, УИФА смотрит, как механизм там, в диагностике очень важно. Видеоанализ, то есть механизм получения травм. Ключевой момент. По травмам кристалла, по видеоповтору уже видно, что случилось. Уже видно. То есть, уже можно заподозрить, уже можно заподозрить, какая травма случилась. Уже можно заподозрить. Это прям ключевой момент. Это прям принципиальный момент. По диагностике. Как принято у нас? Ну, не знаю, поправьте, если МОМСКИ не так. Травма случилась. Если бы был спортсмен уважаемый, врач адекватный, нормальный, ЮФИ ценится. Надо сразу врачебинар МРТ. Сразу. Надо сделать МРТ. МРТ не сделал, значит все. Врач плохой, все плохое. Ни в коем случае сразу МРТ не делать. Никого диагностики не делается. В первые два-три дня реализуется протокол полистерапии. Полистерапия. Сейчас я об этом, ну, там высказано про лечение. Протокол. Весь мир, любую острую травму, любого сустава, любой мышцы, реализуется протокол. Он реализовался райс-терапией. Сейчас полистерапия. Есть такая вольная, игривая, игривая аббревиатура. ПИС и ГЛАВТ терапия. Ну, вот там просто добавляется райс-терапия, рест, айс, компресс, компрессион и левация. То есть покой, холод, воздушное положение, издавление. Но потом многие начали понимать слово рест буквально по словам покой. А покой не лечит, он противопоказан. Очень часто противопоказан. В время какого-то травма связана с греностопом, он противопоказан. Он инвалидизирует этого спортсмена. И сделали, в первые слова, вместо рест сделать там протекшн, защита и оптимологика, оптимальное выждание. Сейчас этот полис получился. Сейчас ПИС и ГЛАВТ терапии, почему добавили слова. Психологический настрой и эдукрейшн, обучение. То есть спортсмен должен настроен на лечение. Его надо обучать, он должен понимать, что он делает, для чего он делает. Дать выписку, делать это написано. Так никто уже не лечит давно. Вы должны объяснить, что с ним, какие варианты есть. Потому что приверженность лечения – ключевой момент. Когда же нам для исследований? У самых частых жалобных мышц мы понимаем. Больность и повреждения. Очень важный момент, есть два варианта. Мы даем часто обезболивающие, противовоспалительные, даем вкус и травмы. Надо давать, не надо давать. Много работ, японских, кстати, работ, на вышах, на людях, которые говорят, что не надо давать. Потому что при применении противовоспалительных препаратов, чаще дают фефер, рецитамол, архоксин, эмиссию и тому там множество. Уменьшает в первую фазу раневого процесса длительность ее. И рубец может быть неполноценным. И второй аспект – длительность боли при ходьбе с обычным темпом является прогностически важным признаком, которого можно открыть длительность лечения. День-два болит при ходьбе обычной. Значит, мы понимаем, что до 2-3 недели. 5-6 дней – значит, точек полтора и больше месяцев. Это такой важный признак. Опять же, когда нет возможности сделать, например, МРТ, можно использовать, потому что, будь у него честная боль, я, по-моему, МРТ делаю 20 раз реже, чем надо бы делать. По политическим моментам. Ну, надо. И опять же, ключевый момент – сохранение функции мышцы. Мышца функции сохранена, сокращается, не выпала функция. Всегда консервативная стартовая терапия. В том году у нас физическое умение, мы в Волгане с этой работой с исследованием публикового выступали. У нас 12 случаев, кстати, огромная выборка считается. Портсмена высокого – это баскетбол, волейтбол, футбол. Все уровни сборных, все уровни сборных, тотальный или субтотальный отрывок длинно приводящей мышцы. Какая тактика лечения при тотальном отрывке длинно приводящей мышцы? Оперативная. Весь мир пишет, ни в коем случае. Только консервативное. Я понимаю, В Волгане правильно сказали, нам врачи посадят, типа, надо операцию отправить куда-то. Только консервативное лечение стартовая. При упадении силы мышц в дефекте, тогда, ну, думайте в операциях. Есть ли полный отрыв с нарушением функций мышцы? Как это в основном? Ну, никак. Просто стартовая терапия, все рвутцом отбавивается, не играется в пол. Начать, например, в 18-м году в Ставис Блоково-России было три человека с полным отрывом длинно приводящей мышцы на нос. С полным отрывом. Я один человек с полным отрывом вистальной головки и прямой мышцы бедра. С полным отрывом. Одного человека еще было кистопейтером размерами с два кулака. И без хряща. Ну, я считаю, я лично считаю, лучше в России за последние пять лет. Некий жалоб ноль, ничего ноль. Время, контроль веса, динамика и все. Туда нельзя лезть. Они не возвращаются до турови. Ну, вот так. Мой муж, он хочет, что-то на веносе прожил. А ему тоже хочется семью-то кормить. А не что-то хирург он анкерами туда запаял. И он потом на конца жизни вместо того, что делал вот так. Он делает вот так. Это я в Новосибирске был. Коллеги встречались с Геннадьевым. Пока вы сказали, это вообще топ. Когда мы вышли из Миналейской Альбовской. В связку пока вы идет он. У него там доктор классно законопатил. Намерло колено стоит. Доктор так и доволен был операцией. Я только до нее 10,9 бежал 100 метров. А после 12,6. И вместо хоксометалиста сейчас в Новосибирске мы с мужиками на дворе играли. Доктор доволен был вообще в операции. Но опять же боль при сокращении. Но опять же единственная функция мышц. Сохранена в любом случае с составной терапией. И у нас к этому мы с Миналейской боролись. Мы перестали их оперировать. Просто перестали. Операция стала баховой боли в Миналейской. Просто перестали оперировать. У всех болезнь до 18 лет. Просто запрещены. За последние 5 лет нет ни дня ночи, когда вы сделали операцию на Миналейской боролись, и дорога закончила. До этого ничего, кроме то же самое, что после операции. Весь мир пишет, что операция на Миналейской является наиболее негативно значимой для Хреща в последующем. Весь мир это пишет. По себе знаю. У меня наторван был Минист больше 10 лет назад раз. И еще раз повторная травма. При ортроскопии сказали, что хрящ у тебя выглядит как кусок сахара. Вот. Это как раз хорошая наша тема. Личный опыт. И хирург сказал. Да. А когда вы с Миналейской боролись, то он видел операции после Министской гектомии. Поэтому весь мир, весь мир, весь мир. Опираются на большие исследования. Кстати, вот на сайте КуплМед. А выводится здесь интернет? Выводится... Выводится... Саша. В интернет? Везде. Есть интернет? Есть интернет здесь? А ты не знал. Я думаю, что там в порядке? Так. Я вам сейчас просто покажу. Все это есть. Но у нас в стране четко. Надо говорить Минист. Почему? Потому что эта трещина на воздушный сустав будет заменена суставом. Второй, второй, куда? Весь мир говорит, что ровно наоборот. Ровно наоборот бывает. А? Инстаграм можно? Футболмед. 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 Инстаграм. Я думаю, что будет полезно всем. Футболмед, а футбольная медицина? Нет. 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 Давайте все же по английскому. Футболмед. Ф. О. Нет. Ф. Просто ф. Нет. Я понимаю. Все нормально. Б. А. А. Нет еще. М. Е. Д. Футболмед. Нет. Нет. Нижний уклад. Вот. Мой. Ну, инстаграм. Можно на русском. Раздели только, пожалуйста. Это телефончик? Нет. Можно на русском языке. Все. Вот. Супер. Вот. Футболмед победили. Давайте. Давай. Спасибо большое. Ну, вот о чем я говорил. Да? Специально сделали. Полистайте чуть-чуть. Вот. Ниже опускаем. Ну, вот, например. Вот. 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 Снука-мужчина. О, пока. Можно его? Да. А он не даст. Все понятно. Все. Да. Мы выходим от этого. В общем, мысль такая. Ну, почитайте. Почитайте. Здесь все это. Можете ниже-ниже полистайте. Ниже полистайте. Там, почему. Ну, все пишут. Почему. После любого вмешательства сустава. Количество. Выраженность сустава заставит на порядок. Пишет весь мир. Весь мир. Значит, мы возвращаемся к нашим мышцам. Значит, по. Золотой стандарт. Как ни крути. Это МРТ. Как ни крути. Не УЗИ. МРТ. Опять же, новый нюанс. Выполненное вовремя. Вовремя. МРТ выполнено. Использованием правильных последовательностей. Некорректно выполнено МРТ. Никакой информации можешь не дать. Поэтому. Вот та классификация, которую ниже вам покажу. Витаминская ассоциация. Она напрямую. Это МРТ-классификация. По ней степень напрямую связана со сроком лечения. Вы сможете сразу сказать, какой срок лечения может у этого человека быть. Опять же. Ну, недостатки. Понятно, что мы живем в России. Ну, это очень трезво. Цена МРТ. Ну, это много. В кругах. 6-6 тысяч МРТ – это средний цена по Москве. Есть места, где стоят 40 тысяч рублей. Ну, никакой корреляции с качеством нет. Выбор неправильных последовательностей. И самое главное. Гипердиагностика при раннем выполнении. Никто никогда не делает МРТ сразу же из мульчинка. Три дня правильного лечения, я правильного лечения. И потом выполняем. Ну, УЗИ – хорошая методика. УЗИ – очень операторозависимая. Очень зависит от врача, от аппарата, от его опыта, мнения и так далее. Очень операторозависимая. Нужно использовать на пункцию, делать суставы, вводить плазму, откачивать гематому. Так, конечно… Ну, если бы у меня нет МРТ, я бы клиника в клинику даже обходился. Пять человек посмотрят, пять человек скажут разное мнение. МРТ, по крайней мере, если исследование пришлют, ты сам можешь сесть, посмотреть и понять, куда двигаться. Ну, электроэнергографию, конечно, мы используем в тяжелом случае, когда используем нервные ткани. Бывает такое, бывает такое, когда, ну, и сразу что-то идет не так, как-то дольше. Там, не то, что это куда-то явная чувствительность. Бывает такое, когда задний на спидаль бьется, там, рядом проходит сидячий или нерв, понятно. Или через минуту выражен на болевой синдром. Или реабилитация очень медленно идет, ну, мышцы не включаются, например, да. Ну, это эзотетический тест. Это тест, без которого в общий урок футболистов выпускать нельзя. Особенно после операции на колено-суставах. Только после эзотетического теста. Нога может быть шикарная, колено-сухой, болезненность полная, мышца включает, все делает. Пока не будет разницы между месяц и 10%, он не имеет права понять на бой. Потому что риск рецидива возрастает на порядок. Есть, есть, обский, эзотетический? Делаю? Нет. Нет? Так. А что надо? Давайте следующее. Поэтому по мощным повреждениям, вот что надо запомнить. Не надо гнаться быстро за диагностикой. Потому что это практически всегда гипердиагностика. Пишут гематомы, отеки, отрывы. Проходят 3-4 дня, в разном случае мальчик-мальчик. Председатель мальчик, игрок ведущего спорного клуба, игрок в гибролиге, за рубежом. Звонит его партнер, он аккуратный такой. Что он подкурирует? Мы его там воскресал устанавливали. Все там, то-то, то-то. Оторвал себе все мышцы. Все мышцы. Везут на операцию. Ну, там все. Там на паркете, на ровном месте. Нога ушла. Хруст навязал. Ну, там вот сделали Германия Грапова. В Мердине сделали МРТ. Справа оторваны все привонящие мышцы. Слева 2 из 3. Я говорю, может, и раз успеете, но нужно ни голову уронить, ни пульорать, все отстраивать. Ну, подождите, мышцы всего лишь. Ну, вот, там по страховке, все. Тут мем сам везти. Ну, я, по-прежнему, использую. Ты, наверное, возвращаешься. А что случилось? Ну, это хрустнуло так, что я упал больше от страха. Ну, там хруст. Зал замер. Зал замер. Зал замер. Я бежу. Вот. Ну, нога уже не движется. Ну, понятно, что я его понять могу. Приехал, он вернулся в город. Санкт-Петербург. Ровно через неделю сделал повторное МРТ. Неделю провел нормально. Там все, что надо правильно, сделал. Уже, с одной стороны, вроде все мышцы на месте. Там, где было все оторвано, оторвана пока только одна мышца. Две, вроде как, отек спал, все видно. Ну, и в этой ситуации наставили, что надо, там, Финляндия рядом. У нас часто водят Финляндии, набирают за ним по сухожилиям. Надо срочно один раз. Он, ну, подожду, подожду, недель прошла, уже с 5 мышц, 4 уже выздоровела. Подожди, недель, подожду. Ровно через полтора месяца он играет, значит, в общей группе. На сих пор играет. Никаких проблем у него нет. Играет, наиграет. Все, забыл. Хотя мышца, понятно, у него продолжает оторву. То есть она, она, она не подожжена, она за рубцом подпаялась, Классификация. Ключевой момент классификации. Ключевой момент. Классификация упоминается в российском области патриотравматологии. Конечно, на ее классификации нельзя. Совершенно помогать, лечить и ставить диагнозы. Весь мир часто чаще пользуется классификациями. Ну, Хана, врача Баварии, Вольфта, Нюллера. Классификация хорошая, очень хорошая. Но главная классификация для классификации, разработана английскими легкоатлетами. Кстати, это классификация британская. Атлетическая ассоциация, которая определяет 4 степени. В том числе, нулевая степень. Что такое нулевая степень? Это классификация чем и плюс. Чем и плюс. По правильной поставленной степени классификации, вы можете стерогнозировать срок лечения. Неделя, две, три, месяц и так далее. Вот эта классификация. Подчеркну, есть нулевая степень. Это уже повреждение. Так называемое функциональное повреждение – классификация Гаммиттона. Когда на МРТ может ничего не быть. Но есть просто болезнь. Ну то, что у вас дом, синдром, хрипатура и так далее. Это тоже повреждение. Вы тоже его должны лечить. Вы просто лечите один-два дня. Ну вот то, что на МРТ, то, что клинические. Вот это четвертая стадия. Четыре ряда, движение мышцы, полный отрыв. Полный отрыв мышцы и прихода. Полный отрыв. Вот даже здесь далеко не всегда делается операций. Есть локализация. Например, отрыв полный сухожилия бицепса в месте проксимального прикрепления. Да, надо оперировать. То есть, мне пишут, чем быстрее, тем лучше. Исходы. Ну, это все лучше, чем консервативно. Отрыв проксимальной головки четверглавой мышцы. Консервативно пишут 60-70 дней. Оперативно 5-6 месяцев. Исход плюс минусок. Это надо считать с чего? Только с консервативно. Спокойно вставать, спокойно играть в голову. Длинные приводящие давно все пишут. Консервативно начинают. Вообще не обсуждается. По локализациям. Отрыв, понятно, прямой. В месте дистального прикрепления смотрят на диастаз. Но чаще пьют. Но они же никогда не возвращаются. Ну, представьте, здесь сухожилия. Какой футбол, какая легкая атлетика, да? То есть, нужно про все другие. Я же говорю. Эта консервативно является самой рабочей в мире. Она очень простая. Это, кажется, шоколадичная громоздкая. Вы МРТ смотрите, сравниваете. Через 3-4 МРТ вы можете спокойно сдать диагноз и прогнозировать сроки лечения. Основные принципы. Вы про полис терапию с вами говорили. Что они говорят? Райс полис. Ход, полис. Ход. Во всем мире. Лечение Усейна Болта, Штану Роналду, Дуарда Безуклова, кого угодно, начинается с нее. Только с нее. Холод. Ну, давайте по очереди. Всегда короткий период ремобилизации. Короткий период. Никто не смотрит, понятно, гипсомобилизации. Это вообще нет. Нет ни одного положения капсозазначного аппарата, ни одного повреждения капсозазначного аппарата. У меня это про костную ртань. Это требовало бы гипсомобилизации. Нет вроде таких повреждений. Нет. Ждительность периода. Если мы говорим про стопу или про связку, 3-4 дня, потом снимаешь. Почему? Потому что нагрузка нужна, чтобы волокна были правильно ориентированы. Иначе возникает специальная нестабильность сустава. То же самое касается коленового сустава. И вот эти слишком эффективные иммобилизации оказывают негативные репарации. В том числе на мышцах. Даже не на их размеры силы, а на их структуру. Они просто другими становятся. Их вернуть к тому же, что было, очень сложно. Оптимальная защита. То есть, я на начале говорил, что это рест буквально понимали. Оптимальный логик воспринимает более позитивно, скажем так. Холод. Вот то, что условно понятно всем. Ну если просто 6-7 раз в день, по 15-20 минут, поврежденное место, в течении первых 3-4 дней 100%. 100%. Хорошо переносите можно дольше. Понятно, что нет, ну я понимаю, что не сидит, потому что аппарат ГМБ рейди специально делают. Это просто пакет. Ну, горох купили, пакет, замороженные овощи. Крутку покупали. Но только не на голую кожу. Не на голую кожу или холодовые ожоги быть. Лепестка очень тяжело. Иногда выпадает чувствительность кожи. Она всегда восстанавливается потом. Ну, это там один-два случаев. Ключевой момент. Холод сразу после. Сразу после. Когда вы видите там, где там соревнования, его поменяли. И уже с пакета абсолютно он перешит. Не кажется, у него какая-то проблема нереальная. Ну, они в любом случае после их всегда стоят в командовых кланах, стоят в доказанной эффективности. Он просто их раньше начинает. Он знает, что надо делать. Ключевой момент. Ну, вот, видите, да? То есть, ну понятно, что... Большинственная рекомендация. Обязательное лечение. Хотя, понятно, что идеальный вариант. Мы говорим про анестезию обезболивания. Это до 15 градусов. Ну, понятно, что мы редко... Ну, кожу не охлаждаем. Мы показаем на его 25, сейчас скажу. Но мы не пытаемся обезболить. Мы пытаемся что-то вазоконстрить и так далее. Уменьшить степень область отека. И вот эти первые дни люди совсем по-другому смотрят. Честно говоря, мы, конечно, применяем... Вот я бы сказал, что мы противостоятельно не применяем. Мы применяем противоспалительность в больших дозах. Потому что, когда она обезболивания, надо кичить. Надо быстро ставить на ноги. И мы не можем себе позволить решать 5 дней. Решать, сколько дней у него будет болеть. И решать он уже с первого дня, лошадиными дозами. С первого дня он уже бегает по кругу. Там уже нет работы дела специфического. И мы, кстати, не видим ни какого-то минуса. То есть рецидивов количества... У нас есть статистика по всем ведущим, 5-ти ведущим асосовским клубам, где одинаково получили и использовали статистические рецидивы. То есть, ну, небольшие. Компрессия, ключевый момент. Хоть эластичный бинт, правильно нанесенный. Или, в идеале, конечно, специально делаем трикотаж. Мало кто может себе это позволить, потому что на сайте трикотаж его тяжело надеть, чего снять. Говорят, покупать 2-3 дней. Ну, не всегда так. Финансово может быть выгодно. Но даже за счет эластичного бинта, правильного, правильно надетого, тоже уже хорошо. Уже хорошо. Вот видите, да? То есть, годы забедавления. Больше не надо. Больше не надо. Включаем это возвышенное положение. Первые, первые, первые сутки, двое-трое, три-четыре раза в день, по часу-полтора, чем дольше, то главное, что благослово положение не на чем-то там острым, твердым, пережимало что-то, да? Просто отток, чтобы был. Коллеги, может, давайте делаем прямой перерыв, если не против. Хорошо? Спасибо большое. Ну, Спартак, как вам писал, «Спартак», например, по инициативе своего врача, главного Владимира Сергея Бутовского, он прочитал, про виду более, ну, «Спардал» в родных, да, «Академия». Глуб выписывает журналы, подписку управляют журналы. Пять ведут, пять лучших, ну, на мой взгляд, не журналов космативной науки, не только медицины, для науки. Они, понятно, что вот четко понимали, кто-то читает, Скаймака, кто-то читает, кто, кто Пагмед читает? Пагмед тот читает. Ну, я там переделюсь. Ну, в ролике, да? Ну, там только артиклик переделюсь. Ну, там, Пагмед – это библиотека, национальная библиотека США, там 29 миллионов статей. Минус, в чем Пагмеда? Ну, по большому счету, это такая мировая помойка. Там все статьи. Наши журналы там есть. Ну, там прям все есть, надо чуть фильтровать. Но есть, так называемые, реферативные, международные базы данных, Scopus, сам популярная, ну, в России, и Web of Science. Ну, в мае, если у вас за президента, чтобы вы понимали, все российские ученые должны двинуть нашу науку резко вверх. Ну, не знаю, получается, не получается, мне кажется, какой не очень. Должны публиковать свои исследования, статьи в журналах, которые ходят в Web of Science. Это две огромные базы данных, там уже фильтр идет, чтобы туда журнал попал, там должно уже быть там, ну, уже должен быть там комиссия специальная она оценивает, и так далее. Там уже более качественное все. Например, в России, в России, чтобы вы понимали, по спортивной медицине нет ни одного журнала в Scopus, я думаю, не будет в ближайшее время. Это чисто по спортивной медицине. Там психологическое есть один журнал, и то там два или третий. То есть единичный журнал туда входит. Единичный журнал. Это, конечно, трагедия. Но их тоже, но лично я не читаю, есть такой портал Скаймага называется. Интернат у нас еще актуален, задание после Скаймага зайдем. Я понял, да, сейчас Скаймага, ну, просто можете, знаете, просто скимага напишите, да и все. да, и есть такой портал, Скаймага, там, знаете, это же все издательства делают, то есть издательства, то есть издательства, издательства, издательства. ДОЛЛАР, не, давайте так, ДОЛЛАР, как спокойнее, ДОЛЛАР, С как ДОЛЛАР, С как ДОЛЛАР, С как ДОЛЛАР, Александра, С РУССКАЯ, ПАЛОЧКА, СЕКУНДОЧКУ, вот этот, скайкап, скайкап, это крупнейший, я не должен об этом говорить, это чисто спорт, но, это крупнейший в мире пиратский, пиратский сайт, где можете зайти и любую статью бесплатно скачать. Говорить это нельзя, мы же не пираты, но когда будете, вы будете это делать, имейте в виду, что IP-дрис заблокируете, имейте в виду. ДАЛЬШЕ, МРУССКАЯ, вот все супер, вот все, вот, 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 все супер, вот, вот, вот здесь, вот здесь, можно зайти, да? Вот смотрите, да, вот супер вообще прям, смотрите, вот это хранилище всех в мире журналов, которые будут в квартеле, все журналы, рецензируемые в мире, имеют квартеля, 4 квартеля, то есть, если, например, посмотрите, можно, видите, вот здесь можно выше поднять, выше поднять, вот, вот, вот сюда нажмите, пожалуйста. Куда, сюда, не нажмите, слово. journal writing, да, ну, тут можно по странам, но, посмотрите, теперь сюда, вот, смотрите, ничего не нажимаем, journal writing, нажмите, пожалуйста, Смелее, выше поднимаем, вот смотрите, вот здесь вы ввели все самые престижные в мире журналы. Вот сюда, все субъекты категории нажимаем. Смелее, смелее, правильно нажимаем. Здесь вводим спортсайенс. Наш спортивного интересует? Спортсайенс, видите? Стоп, стоп, уже есть, нажимаете. Все, больше ничего не надо. И поднимаете выше. И вот все самые престижные в мире журналы по спортивной науке. Все. С первого места. Ну, тут как-то мне кажется, тут они что-то намуклевали. Ну, ладно. Обычно, конечно, у них три первой идут. Здесь, вероятно, они, видите, тут мало. Это хирш, индекс хирша. Ну, и как мне... Ну, сортировка можно сделать? Нет, нет, ну, подожди, это журналы как строкласс. Здесь этого россиян на небо не будет. Поэтому тут это хороший журнал. И ниже опускает, ниже опускает. Вот это, видите, Q, Q1. То есть все журналы в этом рейтинге разделяются на четыре части. Если в этом журнале, там, пятьсот журналов, значит, в первом квартале будет сколько? Первый четвертый? Первый четвертый. 125 журналов. Во второй еще 25. Третий 25 и так далее. Ну, что вы понимали, до 2018 года в журналах уровня Q1 топ-30 было шесть статей, посмотрите, много, от ученых из России. Шесть. Это всю историю. Это были как оттябрьский революс. Китайских было там пять тысяч, а американских было миллион. Ну, и так далее. Наших шесть было. По травматологии от Абитии было там, вместе с Ивизаром Великим, там, 35, условно. Опускаем ниже. И вот все журналы, видите, видите, они здесь есть смесь. Вот это журнал чисто по спортивной науке. Очень. А есть журналы, видите, хирургия колена и так далее. То есть тут надо, ну, что-то понятно. Лично для меня журнал номер один, опускайте выше. На первое место поднимите. Ну вот, три журнала. Три журнала. Раз. Два. Третий журнал, я у него два года бьюсь-бьюсь. Пока не даются, но скоро дадутся. Есть больше операций, влияние операций и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, здесь. Все мета-анализы, посвященные спортивной медицине, спортивной науке. Как влияет кофеин на спортсмена? Как? Есть такой вопрос? Там миллион статей были. Какие субстанции эффективны для спорта и доказывают эффективность? Миллион мета-анализов. Там только мета-анализы и только рандомизированные, контролируемые исследования экстра-классы. Там нет кросс-фекциональных исследований. Там нет, наверное, таких ревью. Там только экстра-классы. Лист ожидания там достигает... Вот у нас сейчас в этом журнале, в этом журнале, на рецензировании статья. Вот я про девочки, которые уже лучше декут, да? Вот на рецензировании уже есть, но там мы надеемся, что здесь публикуют. И ниже, ниже, ниже опускаете. И здесь есть там, вот вы выбираете Smart Science, выбираете... Вот самый мой любимый журнал. Плюс поднимите, вот до 25-го места вот так вот. Вот мой самый любимый журнал. Стоп-стоп-стоп-стоп. Очень крутой журнал. Фантазически хороший журнал. Вот именно черт для тренеров. Ниже опускаете. Журнал стрейч-конечный режим. Стоп-стоп-стоп. Тут все время меняется. Дальше. Вот 27-й номер. Вот он. Американский журнал. Про легкую атлетику. Куча статей. Куча. Плеометрика. Венгейт-тесты. Подготовка. Периодизация. Среднегорье. Горы. Ну все, что именно связано. Вот прям. Ну, 20-мместо в мире. Ну, из каких они стран, вы видите, да? Из каких они стран. Если россияне, то вопросы теоретические. Понятно, их там нет. Ну, в этом разделе. В этом разделе. Киномедицина, асфальтная наука. Есть журнал теории практика. Кто-то напубликовался, да? В теории практики. Я. Вот, вот, вот. Но там, честно говоря, конечно... Ну, ладно. Вот. Вот здесь можно все смотреть. Причем не надо... Вы понимаете, здесь все журналы прилично. Ниже опускать. Можно ниже опустить до страниц? Вот, вот эти. Q2 пошли. Опять журналы, видите, какие. Дальше. Дальше, 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 дальше. Стоп. Вот, смотрите. Вот так отмечается, поясню, возьму момент. Смотрите. Вот, например, журнал. Видите, ключик. Это называемый журнал открытого доступа. Где вы любую статью можете зайти и бесплатно прочитать. Всю статью прочитать. Во всех этих журналах вы прочитаете только обставки. Статью надо платить. Платить обычно 30 долларов и выше. Это многовато. Поэтому, когда я вам сказал про SkyCart, конечно, Россия запарила весь мир своим SkyCart, потому что мы пиратские копии скачиваем. Но это 30 долларов, я реально понимаю, что дорого, кстати. Я понимаю. Сколько вообще публикаций стоит таких журналов? Вот. Следующий вопрос. Вот журналы Open Ases. Они почему там доступ под открытый? Весь мир ходит за цитирование. В авторах цитировали. Чтобы процитировать статью какую-то, ее надо прочитать. Правильно? Правильно. И поэтому надо ее открыть. Надо ее заплатить. Поэтому в тех журналах, где платные статьи, их большинство, их реже цитируют. Потому что надо зайти и заплатить. Европейцы не понимают, как можно с 13-го сайта зайти. Они не понимают это. Мой приказ. Я сам в кайсе флешен. Поэтому клубы оформляют подписку на ведущие журналы, и врачи бесплатно все читают. В Open Ases журналах вы платите за то, что там публиковаться. Зато вашу статью могут смотреть открыто во всем мире и цитировать соответственно. Там не легче публиковаться. Вообще не легче. Там как? Вы бы отправили. Ну вот у меня сейчас 22 статьи на лицензировании на ведущих журналах. Там по эффекту для возраста хоккея. Вышла статья. Мысль какая? Вот здесь, ну вот тоже очень журнал. Он открытого доступа. Публикация здесь для меня, как автора, если ее примут, то есть не примут, не легче, стоит по 3000 долларов. Журнал «Нутринец», это журнал по науке, открытого доступа. Статья стоит 4000 фрагментов. Ну, это вам ответ, почему там нет российских. Нет, абсолютно никакой, поверьте. Вот эти все остальные журналы, они бесплатные. Нет по другой причине. Совсем другой причине. Все остальные бесплатные, поверьте. Наверное, я там в первом углу не сечен, и в любом углу ходит 5-100 за статью платят. То есть за статью платят от 300 до 700 тысяч рублей. А второй спубликуешь. Поэтому здесь, как раз таки, поверьте, что был бы актуальный контент, всегда можно... Вот в этот, у вас нет 1500 евро. Ну, долларов, ну, американский журнал, да? А Андрея журнал «27»? Вот, журнал «Книни». Или, например, журнал «Голландский журнал». Ну, он 2 квартеля, ну, хиш высокий достаточно, хороший хиш, 74. Что значит хиш? Вы можете по нему определять. Это значит хиш 103. Это значит в этом журнале 103 статьи цитировались минимум 103 раза. 116, ну, вот, выше и выше подниметесь, выше подниметесь. Выше подниметесь. Ну, первые номера, первые номера. Ну, до первых номеров доводите. Вот. Ну, в этих журналах, конечно, надо признать, есть такая некая англо-саксонская модель, конечно. Ну, там туда надо входить. Туда надо входить в бомбах, какими-то. Ну, там прямо даже революционные статьи писатели туда вошли. Вы адекватные. И там никто никому не хамит. Рецензенты аккуратно, очень отвечают. Ну, там все очень принадлежно. И даже те лицензии, которые, кажется, я первый раз получил изнутренний ответ на статью, там 4 рецензента на 8 страницах, на мой взгляд, меня уничтожили. Я читал и плакал. Думал, господи, надо прекращать задаваться новым, потому что они меня измродовали. В конце, кажется, там же вывод делают. Рекомендую после исправления принять статью в печать. Я никакому понятию. То есть, он ДДС не уничтожает, что никакая статья. А то-то-то-то-то-то. И каждый разное пишет, разное скучающее впечатление. Вот здесь, видите, 156, здесь 174. Если вы хотите показать самый престижный в мире журнал, можно подняться наверх? Наверх. И вот здесь не Spot Science, а просто, ну, нажмите все. Все. Все, да. Полсатки. Вот, поднимаете, в самый престижный в мире журналы. Стоп. Ну, вы понимаете, уровень какой-то здесь. Ну, тут много. Там. Ну, да. Ну, что ты скажешь? Подсказать ничего. Nature. Это касаемо не только медицины. Это, в принципе, самый престижный в мире журнал. Ниже опускаем. Ну, вот. Вот. Всё. Цел журнал. Вот, кстати, в журнале Цел было четко написано, а не на ушах знаменитых исследований, как холод влияет на лечение муличных повреждений. Ну, вот. Статья там. Считается. Ну, прям вот. Ты там публиковался, можешь залезть по стране, рассказывать по ДК, как ты там публиковался. Ну, всё равно, кстати, там пригодится. Всё. Всё. Спасибо большое. Возвращаясь к нашим лечениям. Но мы чуть коснулись. Как бы скучно ни звучало, как бы скучно ни звучало, весь мир пишет. Я, наконец-то, кандидат сказал, что плазмом помогает. Ну, наконец-то, ощутил. Вот. Дальше начали исследование. Показали, что… ну, весь мир пишет. Основой лечения муличных повреждений является правильно подобранная программа ОФОК. Хоббин Риги. Есть программа ОФОК, правильно подобранная на привиду спорта, быстро лечить, тратериевы минимальные. Все остальное, все остальное, травомель, не повысить этого слова актовегин, не побоюсь, не повысить яиц свой адрес помидоров, гормоны, все что угодно, никак не влияет на длительность лечения, никак, не доказано, вообще никак. Например, врач Гиллер Вольфорд, врач Баварии, упорно лечит экстрактом отстушенных грибней и актовегином лечения, ну он лечит там 40 дней подряд, по 40 инъекций, мне кажется, мало-то может пережить, да, ну, кстати, вот это не всегда просто болезнь лечится, он уже спокойно лечится, просто больно, просто больно, ну, зато у него лечился сэнбол, все, знаете, это как жал сэнбол, да. Вот, смотри, лечой момент, мы, я бы говорил, МПВС, мы применяем МПВС, мы не видим там ничего плохого, но вы должны четко понимать, что у вас спортсмен максимально привержен лечению, он доверяет, у нас дал обезболивающему полегче, он пошел на поле попробовать, пошел на короткие барьеры, что-то пробежал нормально, ножка нормально, ага, ага, и понеслась, потом дорвался, все, сидит грустно, да, все, это важный момент, поэтому лечение должно быть в интернете прям вот, ну, прям, он должен быть расписано, прям вот, ну, вот сейчас Лунева лечат, ребяток в моей клинике, они на связи с ним 16 часов в сутки, 16 часов в сутки с ним на связи, то есть каждое движение, они вот, он в Москве был, сейчас в Питер уехал, вот они прям каждое движение, движение делал, делал, мы не видим в этом ничего плохого, вот, но дозы должны быть, давайте попробуем, то есть 50 миллиграммов два раза в день, это только тратит время, 402 раза в день, худо-бедно, можно, опять же мы помним, при лечении врачей повреждений, помним, запрещено в списке, локальные яхтические протегоиды запрещены всегда, мышцы запрещены всегда, но, опять же, почему НБВС не рекомендует, но эти работы выполнены на мышах, ну, это неплохо, это неплохо, ну, на них нет таких работ, да, хотя абсолютно логично, абсолютно логично, почему-то не надо применять, фазу укораживаются, электриклеты, все логично, ну, вот, опять, если мы лечим по протоколу, поэтому, когда он к нам приедет из Германии спортсмен, а ты же как тебе лечить мышцу, а он говорит, да никак, сделали НРТ, прикладывали на три дня холод, делал упражнения, ты говоришь, елки-палки, все законовало-то такие, у меня тут уже травминерчик, все, капельнички готовы, магнитики, все, туда и утразу, куда-то ударочка у меня, ну, вот так, вот так, что по применению? Опять же, жду помидоров, поворцов, что там, эффективность мази кремов при местном лечении, ну, не такая, потому что это исследование, ну, когда вы втираете, вы разминаете, несомненно, это хороший эффект оказывает, ну, тогда можно самый простой крем выбрать, ну, и втирали, чтобы где-нибудь натирали. Ну, это все по эффекту плацедов, на самом деле, сколько себя лучше, ну, здесь, ну, здесь, там, куда не шло, понимаете, там, когда, ну, опять же, помним, крема с кремами смешиваем, гели с гелями, мази с мазями, они так, что мы взяли крем, туда гель, все перемешали и в компрессе все, я сейчас говорю, иди с демексидиком, да, там, с демексидиком, есть такое, есть такое, есть, да, не будем, ну, нет, ну, это нормальная тема, у всех группы, это нормально, об этом надо помнить, об этом надо помнить, а у меня, значит, как мы лечим, как мы лечим, наша задача, наша задача добиться критерий восстановления, не то, что у него не болит, когда он по кругу бегает, это вообще не лечение, а лечение добиться той же, того же самого уровня двигательной активности, который был до травмы, если он бегал во время игры, набегал, три стоят в спринтах, он должен на тренировке, уже идёт такую работу, уже спринты должен был делать, в эту зону заходить, а часто бывает, человек установился, он в общей группе, близко, план, GPS не пахнет спринтами, мы выпускаем его на игру, и он, несомненно, должен делать, что он играет в кого-то, там он делает 50 мер спринтов, рвётся, врач плохой, всё, что тут врач видит, что непонятно, если они в эту зону не загоняют, здесь, на что мы смотрим, должен на тренировке не болеть никогда, чем выше унитревой нагрузки, тем больше мы ждём, что дискофод может быть, главное, что не нужно лимитировать и сам должен проходить, ждать, когда вообще болеть не будет, мы можем вообще не дождаться этого, вообще не дождаться, мы видим, функция восстановлена, объём движения полный, человек выполняет специфическую болезнь спорта, нагрузку максимальной интенсивности, хоть в каком-то объёме, значит, вы считаете его уже здоровым, увеличиваете этот объём постепенно, и всё, как у нас в лечении врачеброжения происходит, давайте я стану очень трезво, трамп, дёрну в заднюю, первый раз какой, какая, покой, 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 на неделючку, да? Да, неделька, три дня, всё, потом, что мы начинаем? Бегать по кругу, бегаем по кругу, потихонечку стрейчинг, да, по кругу побегали, болит, не болит, ну давай квадратики попробуем, квадратики попробовали, да, болит, не болит, ну давай, значит, там уже там, ну давай нейтрально уже куда-то посерьёзно, да, там, дорога стоит, всё уходит на поле, рвётся, ещё раз лечится, там, взять, дольше лечить, иначе поспешили, тогда что-то там, начитались, вот, футбол есть, футбол не обманешь, рвётся ещё раз, крустальный, дело не будет, всё, списали, 95% мучени и повреждений происходит какую фазу? Есть две фазы вращения мышц, ну, ключевые, концентрическая и эксцентрическая, да? Какую фазу происходит уже в ущенками? В эксцентрической, поэтому реабилитация вся должна быть в эксцентрической фазе, вся реабилитация в эксцентрической фазе, условно, но на примере так не знаю, почему мы после, ну не знаю, когда мы лечим, когда мы лечим связку, когда мы лечим, хорошо, учитывая, сейчас кормичные рва мышцы бедра, это после операции, когда мы в торожевом зале, мы редко сейчас им пользуемся торожевом зале, но тем не менее, ну, любителям тяжело показать этот подход, а в зале будет полегче, когда нам нужно вот эту зону воздействовать. Мы двумя ногами поднимаем вес и одной опускаем. Почему? Потому что надо эту зону растянуть. Вот эта фаза лечит. Вот эта фаза сокращения концентрической, она не лечит. Именно поэтому мы поднимаем двумя ногами, чтобы снизить нагрузку. Вес второго ноги приличный. Когда мы бицепс сделаем, сокращая, мы для чего сокращаем, чтобы потом разогнуть. Поэтому мы сокращаем с помощью второй руки там или там двумя, а опускаем одной. Когда мы делаем Ахиллу, ключевая ошибка при Ахилле, но это, правда, написано, где-то там 25 уже описано. Когда мы лечим Ахиллу, там, Битву? Амазан. А, все, просто нет. Как мы лечим, условно, оскорился Ахиллу. Но весеный идет одно образно весеный. Весеный. Вот футболисты сборной. У нас много нас развертая с Ахилл, ну, и там часто Хагмунд, и так далее. Они ждут, когда он порвется, играют через вольт, потому что смысл делать Хагмунд. Сюда можно не вернуться, а потом полгода пропустишь. Ну, дождите, когда он дорвется. Он держит Хагмунд, дайте мне сделать. Вот они как делают? Они на двух ногах поднимаются, и на одной медленно, низко-низко опускаются. И только с помощью второй ноги поднимаются. Если делать ОПА, ну, вы, ну, вот, как бы приговор. Если делать двумя ногами, да, то, получается, сюда вы делаете правильно, а опускается, недостаточно растягивать, это же будет усилие. И любой протокол, почему делаю акцент на сухожилия, потому что понимаем, что мы говорим про мышцы, я тоже в анатомии не углубляюсь, да, мы говорим, что мышцы брюшка, сухожилия, сухожилия, сухожилия еще переходят на прикупление, это все, ну, это все мышца, ну, понимание таком, да. Поэтому это принципиальный момент, принципиальный момент, на который нет работы в акцентрическом режиме, а мы понимаем, как акцентрическое режиме, он тяжелый режим, да, т.е. надо очень аккуратно, дозировано смотреть и так далее. Вот в этом случается все мастерство. Вот я вот прихожу, как они, Хаван Загоев. В Сауцкаре травму получил, был один вопрос у тренера. Сколько дней до общей группы? Потому что, если плей-офф не будет готов к первому матчу, то надо его, ну, домой отправлять. Ну, будет готов, значит мы лечим, потом, ну, стараемся на 10-11 дневных, он сейчас на 10-11 дневных был общей группы. Но они со второго дня, он же в футбол играет. Вот на этих же движениях, есть же биомеханика футбола, что они делают, да? Вот они с первого дня до бесконечности стояли и делали. Потом они начали работу, это делать, потому что вот эта работа, которая произвела, она к травме привела. Он вышел, спокойно играет, в каких-то проблемах, вот так все лечатся. Понятно, что в этой ситуации, ну, нужен подход, и вот здесь на помощь приходят средства, которые доступны, доступны многим. А, помимо того, что надо делать, есть вещи, которые ни в коем случае делать нельзя. Это называется тон-карм, это все пишут, это не мои слова. Ни в коем случае не греть, ни в коем случае не греть, не баню саму. Я в Новогорске, мой дочь, отмечаю в футболу, и юморозы очень известные по легкой атлетике. Пусть мы дружим, ласку с ним подходят. Как вы травмы ищите? Вот сзади, понятно, что есть спина, что там напрягаются. Ну, я ему там полистерапия, МРТ, плазму всю на локу дал. Ну, знаете, у нас еще другая нету их. Ну, у вас хорошие уюты, у тебя есть, на руках речь. Ну, дергнул, дергнул. Ну, значит, идем. Ну, сначала бегать. Ну, можно так. Болит, болит. Ну, бегать пока болит. Каждый днем все больше, больше, больше. Через год, через год, через год, через год, через месяц уже скипает, все нормально. Я говорю, ну, ну, вроде как, не очень-то хорошо. Вообще-то, вообще нормально. Ну, наверное, можно так дать, ну, не очень гуманно, да, что рецидивы, рубцы регидные. Вы же понимаете, что, ну, человек может не очень хорошо повлиять. Это как раз мы говорим про вот эту, вот про эту буковку, да. Греть никак. Не надо ничего растирать. Ну, мы, опять же, увеличим зону гематомы, зону проведения отеков. Ключевой момент. Про смертные напитки. Этанол. Не потому, что имидж спортсмена не надо пить. Хотя, кстати, кто говорит, мы тоже, кстати, в этом аккаунте на фотосборной сделали пост. Где написано, что миф о том, что две кружечки пива после никогда лишнего не будет, это миф. Нет ни одного исследования, ни одного исследования, подтверждающего эффективность этанола в дозе 1 грамм на килограмм безжировой массы. Сколько вы не хотите высокого, я вам треснулась в программах жировой массы, сколько? Ну, сейчас есть 2 грамм. Условно, давайте так. Сейчас есть грамм фетанола, это вот на бокал пива 0,3. Ну, даже меньше, мне кажется, да. Вот доказано, что такие дозы никак не влияют, они не помогают. Ну, никак не влияют. А больше дозы просто не исследовали. Потому что, наверное, не этично считается, да. Сейчас последние работы есть. Нет ни одного исследования, потому что это пиво, вино. Ну, какие у нас там мифы есть? Помогает, потому что не помогает. Как бы... Я понимаю, что... Ну, мы с Брон Александровичем те же читаем, а после матча у нас всегда пиво есть. Я всегда говорю, ну, только определись. Я говорю, ну, как определись? Я понимаю, что вы все со слабостным состоянием. Поэтому, ну, бокал, бутылка пива. Ну, кто там умрет? Понятно. Но то есть, что-то она помогает. Или я сейчас Брон Александрович сказал, что это не будет вполне трагически, чтобы перезагрузиться. Нет. А здесь другой вариант. Два варианта. Два варианта. Этанол, кстати говоря, про выносливость или левую атлетику. Значимо снижает синтез протеина. Это для мышечных повреждений. И замедляет наполнение депугликогена. Замедляет. И восстановление выносливости. Это может не очень рассказываться. И плюс, понятно, обезболивание, обезбоживание. Поэтому он исключен. Не по имени живым вопросов. Активность. Сидионного мышления надо пробовать. Существует. Как там. Хорошо, нехорошо. Не надо себя тестировать. И, ну, тут, да. Ну, хоть убрите. Массаж. Первые двое суток. Трое суток. Он должен будет исключен. Ну, мы называем это так условно. Лечебная физкультура. Ну, понятно. Не лечебность. Это тяжелая работа. В эксцентрическом режиме. В итоге. Сначала понятно, что у вас там начинается какая-то работа. Включайте ее. Идонические и так далее. В итоге лечить будет и профилактировать повреждения именно эксцентрический режим. Важный момент. После возвращения в общую группу. 2-3 месяца. Тренировки профилактические. Обязательно. Какие, какого же дела. Самое лучшее считается для профилактирования драматизма. Обмышленности бедра. Какое упражнение? Как его называют американца? Мы называем его скандинавским, норбежским. Американцы. Они называют его русским упражнением. А мы называем скандинавским. Кто делал это упражнение? Есть такая программа 1 плюс в FIFA. В футболе. Это простая программа. Она 3 уровня. Имеет. Реградация. И доказано. Доказано. На больших исследованиях. Что ее регулярно применяют. Причем применяют там Бавария. Реал. Евгений. Не только наши такие сконные команды. Тренинг по офисоту просто стоит. Почесывает залом. Ну что там эти программы? Там общее все. А весь мир применяет. Там все. Снижается. До 40%. Тренинг снижается. Касается крестов. Касается мышц. И так далее. Прайм 11 плюс в FIFA. Она есть. Какое упражнение? Это самое главное. Я всегда футболистов спрашиваю. Когда я говорю. В Европе что они там делают. Ну интересно. Что они там рассказывают. Владимир Габулов играл в Бельгии. В Бельгии. А Бельгия это команда ОНО. Известная Бельгия. Там очень такая. Знаете. В науке они там двигают эту тему в Европе. Активно двигают. Ну ничего не делали. Особо то что здесь протеин. Там. Герофин. Протеин. Там. Гели углеводные. Ну ничего особенного. То же самое что вы делали. Но. Два раза в ныне сдавали мочу. Плотность смотрели. Обезвоживание контролировали. И два раза везли. Делали. Делали. Поклоны. Все. Я когда в Анжире работал. Год. Погнали. Я буду сказать. Конец там. Взятцы. Команды. Реально. Делали. Ни одной травмы не было. Единственное. Надо было системно. Не просто знаете что. Разве есть тренировка. Надо делать. Нет. Надо все же работать с умом. Ну вот. О чем я говорил. И. Как он делает. Я готов показать. Только. Ну кто. Вот вы точно знаете как оно выглядит. Как выглядит Норвеген Керл упражнение. Ну кто знает. Как вы. Для занятости кедра. Прошу. На. Давайте. Ну. Мне нужен помощь. Стану на колени. Правда. Я вот столько раз. Стану на колени. Голого нету. Я готов уже. Мысль такая. Ну давайте. Давайте. Вы меня сначала держите. Вперед. На колени. То есть. Держать ноги. Я же возвращаюсь, я могу вернуться без рук, когда-то будет чрезмерная нагрузка, подозреваясь с руками. В идеале, в идеале, но мы когда у вас с коллегами общаемся, они говорят, хорошее покрытие, если я его сделаю после рожки, то он поврётся. Конечно, он поврётся. Причем, после рожки, после рожки, он лёжит, порвался. А? Скажите? Мы делали его в тренировке. В конце редко. Един же протокол. Два раза в неделю, два подхода по 10-12 раз. Данил человек говорит, сделай ваше упражнение. Сделай, загрузил, всё. Как делал? Пять подходов по 20 раз. Я говорю, а что так? Ну, так вы сказали, совсем мало. По идее, у нас есть сборная ребят, которые без рук, без рук опускаются, поднимаются. Вообще без рук поднимаются. Мы так и делали. Мы так и делали. Наше учение без рук. Нам, конечно, с руками слабаки делали. О, да, да. Ну, футболистка простите, да. Мы читаем, что без рук, это вообще боги, да. Вот это упражнение, вот это упражнение, является ключевым в мире для профилактики травм, ну, из группы Хамстер. Всё. Просто. Но, в чём искусство заключается? Заключается, конечно, в дозировании, правильно. То есть, здесь чуть-чуть переборщил, да. То есть, вот как раз в этом и все то заключается. Ну, и по инъекционным методам, опять же, быстро. Эффективность подавляющих инъекционных ключей не доказана. Травмель, актери, грудинфики не доказаны. Эффективность никем. Никем не доказана. По плазме. Ну, опять, надо понять, что было богатого языка плазма. Анестетики. Анестетики, кстати. Обладают чётким миотоксическим эффектом. Поэтому, знаете, как часто бывает. Это касается даже, ну, боксин с травмами. Ну, миозид и так далее. Колим же, да. Ну, врачи. Врачи же есть? Врачи есть здесь? Есть. Я всё думал, тут не ездить. Вот. А? Мысль какая. Смешиваем, например, дипроспан с сутаркаином, с декаином. С травмель добавляем и колим, да. Вот в этой ситуации декаин доказано обладает миотоксическим, плохим, токсичным эффектом мышцам. На мышечное волокно. Поэтому колите. Колят весь мир, например. Колят. Колят. Шпарят такой вкус. Суставы. Ну, понятно. Ну, в чистом виде. В чистом виде. Потому что доказано на тысячу. Опять же, вот механизмы действия. Возможные. Возможные. Опять же, однако, опыт ряда известных специалистов. Стоит коммунициента ноль. Но это специалисты Уилья Гольфорд. Он их, когда у ЕФА на миссии собиралась, он их там, ну, сращал их так, что они типа, он весь мир говорит, что это не надо, но раз ваш опыт говорит, что да, мы напишем. Вот так. Это прямо при мне это было. Поэтому он, как раз, сращал. Анестетики. Травомель. Ну, а как без анестетиков иногда, когда боевой синдрома приводит к спазму уже травмированной мышцы? Здесь, знаете, я понимаю, о чем вы думаете. Я с вами полностью согласен. Но я думаю, что в этой ситуации, что когда защита напряжения возникает, его, ну, логичнее, наверное, если мы про повреждения, его логичнее, именно анатомическое, не функциональное, там, и спаз, да. Логичнее, все равно, обратно, говорит, например, Александр Тимимедагаума, там, перорально, нормальную дозу, да, перед сном, вот, и спаз снимется. И здесь, если мы хотим все же с помощью анестетики, мне кажется, сам факт инъекции в триггер уже является фактом, ну, проконстезирующим, да. Поэтому Анаталия сама согласен. То есть тут, ну, линеечку сделать, ну, там бог велел, почему нет. Травомель, ну, ну, травомель вот так. Да, ну, нет, я знаю, что там типа помогает, 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 у меня есть одна подруга, она мне 30 лет рассказала про гомеопатию, шарики, что на том, что, каиды не переключился, на КТ мне было, наверное, легких, звони, да вы что с шариками-то в ситуации, как с шариками? Я говорю, не работаю, шарики, давай лечиться. Акта-бегин. Ну, во-первых, я как сам Адмирон запрещал, например, в Америке у меня нет на него разрешения, поэтому американцы не знают, что такое чудо существует, да. Адмирон. Опять же, опять же, здесь я должен сказать, что есть исследования, есть исследования, они не очень высокого уровня, но они есть четко, которые говорят о потенциально позитивном эффекте при заживлении мученичной ткани. Есть такие. Мы говорим про капельницы, мы говорим про локали. Говорим. За счет чего обусловлен эффект? Сам факт инъекции, или инъекции Евгения-Вегина, там много сравнений такой не было. Поэтому оно описывается, но очень-очень осторожно. Опять же, понимая, помня, они только возгонялись. Ну, вот сам матчат. Кто слышал об инъекции, кто о перепитетерапии слышал? Ну, на все. На вашей лекции 5 назад или 6. Вот. На Луждец-Канаби. Да, да, да. Был я там, да? Да. Ну, как раз там из локомотива, а как и... Да, для первого момента Усманова, да. Мы тогда Бурова. Вот тогда, да. Бурова. Сейчас, извините, по-английски. Я хотел вопрос задать, потому что вы тогда заговорили, что сразу везете и... И колем. Да, да, мы сейчас так делаем, но честно, скажу, честно скажу сейчас. Ну, не то, что я там буду успокоился. Нет. Как... Есть там тоже еврейский концепт вольных врачей. Маленькие травмы, ну, такие небольшой степень тяжести травмы, до 2А талансификация, я вам показываю, можно лечить спокойно и без, вообще без. Сроки такие же, а вот тяжелые повреждения 3А. Вот длины переводящего, что я о Триву говорил, да, мы колем плазму. Много плазма заливаем. Когда вам заговор надо было вылечиться быстро, когда дали срок 10 дней, это немцы как месяц, всех как-то полтора месяца, тогда уже, знаете, помогает, не помогает. 18 кубов плазмы приготовили, укололи. У нас были случаи, там, Роман Широков с Атринянкой со Швецией получил травму. Хорошую травму. Мульщик на время из-за бедра. Случик только с бровным дымом. Ну, пока житики у волшебники. А Роман не понравился в почете специфически. Надо быть в хорошем настроении, чтобы лечиться. Вот. И там у нас зашло то, у кого ли плазму. Он сыграл, все. Там решалось все по три года на помещение. Выйдет не будет, выйдет не будет, выйдет не будет. Выйдет не будет. В итоге вышел, там улыбаться, все было хорошо. Я к плазме отношусь хорошо, понятно. Мы не уходим с 9 года, когда в Донецке в Казахстанской биоскве. Он обращился, нас это научил. Но я сейчас спокойнее отношусь. Спокойнее. Мы всегда ее применяем. Всегда. При рецидивных повреждениях. Мы всегда применяем ее, когда она экстренно, быстро, быстро увеличится. И человек нам максимально доверяет. Потому что, чтобы плазму уколол, он через неделю от ПВРТ будет светить отек. Ну, за плазмом. И он нам будет рассказывать, вот укололи, там отек. Ну, и рассказываем. При рецидивных связочного аппарата, боковые связки. Связки от зона сустава. Всегда. И у нас есть, кстати, вот в Балмеде. Как бы нам у него войти бы, да, конечно, в Балмеде? Конечно, такая фотография очень красивая. Там у нас... А? Да. Ну, я согласен. А вы же можете использовать его в инстаграме? У него нет, просто он уже открыт, аккаунт. Там вот я покажу одну красивую фотографию, она прям вот такая, прям очень-очень яркая. Со слева зайдите и все. Ну, опять же, есть нюансы. Есть нюансы. Есть нюансы. В Балмеде терапии методика сейчас, естественно, несколько дискредитирована. Есть десятки из тысяч исследований. Продолжают публиковать. Что пишут? Имеет много статус методов приготовления. Концентрация зависит от плазмы. У спортсмена 150-20000 трампоцентрами в битре. Нам надо. Раньше писали, что миллион был. Доказано, что миллион не нужен. Надо же было больше в четыре раза и выше. Американцы писали, часто пишут. Берут пять китов коммерческих, смотрят. И концентрация бывает где-то 300 тысяч, где-то 500, где-то 700. Зависит от способа, от производителя. Очень много паящих факторов. Плюс мы колем много. Мы не колем 2-3 мл. Мы колем 8 мл. 10-15 мл. Мы вручную готовим. Поэтому, если есть врач и методика, которую больной может себе позволить, то есть платить за шприц, которую вы требует платить 10 тысяч рублей, точно не стоит. Она того не стоит. За 10 тысяч рублей можно нормально вылечиться. Что мы учителяем в лечении? Практически всегда магнитотерапия. Практически всегда магнитотерапия. Низкондуктивная, но не 15-20 минут, 5-6 часов, 10 часов достигает. Особенно, когда в суховете без закрепления гостей есть сертиокуса ткани. Сейчас по стрессу время вы увидите. Грио понятно. Миостимуляция при этом режиме понятно. И очень часто, в последнее время, текаротерапия. Есть в омске текаротерапия? Нет? Вот смотрите, вот можно? А ну, кстати, вот... Это зайти не может. Не, не, там это не обижается, она будет создать неразрешимой задачи. Я понял. Рентгенотерапия как? Рентгенотерапия. Хороший вопрос. А кто вас задал? Хороший вопрос. Применяем. Применяем. Ну, знаете, когда применяем? Ну, не то, чтобы как шаг отчаяния, а когда синавиты, рецидивные синавиты, дендениты, длительно текущие, паховые боли. То есть, когда вы все попробовали, все попробовали, денденитерапия хорошо идет, хорошо идет, он требует полного покоя. Ахилл. Ахилл, конечно. Он требует полного покоя. Не всегда можем его дать. Понимаете, если мы видим по МРТ, что у него есть аномальная хагминга, выступ есть, и он касается ахилла, и он в этом воспаляется. Мы с ней ничего не сделаем с ней. Правильно? Правильно. Оперировать куда-то, он закончен. Ну, и все 8 месяцев. И мы тогда в этой ситуации убираем воспаление, растягиваем ахиллу, чтобы не было общежения. В этой ситуации мы говорим, да, у нас несколько из кейсов по паху, по ахиллу, два кейса, по коллегу, да. Правильно. Просто согласен. Ну и физиомагнитотерапия, низкондуктивная, но долг, 6-7 часов в день, я выделяю за бетон. Витамин D в больших дозах, ну, больших, для нашего восприятия, больших дозах. 10 тысяч единиц каждый день, делаем всегда, даем. Если есть инъекции, в России не продаются, они, наверное, из Франции, привозят из Германии. В Франции, если доза будет 200 тысяч единиц, мы сразу 200 колем. Если есть 400, 400 тысяч раз колем. Кальций в дозе 1000 мг, в день всегда. Ну, кальций, можно за счет, за счет питания получить, но они, правда, редко как едят. И, большие дозы, в последнее время, идет очень пить. очень хорошо. у тебя остального щекания идет. Очень хорошо. это такое уже, наши какие-то вещи. На ключевой фактор. Первый, полистерапия. Плазма, если тяжело. Кстати, по гематому, вот, я там, у меня, скорее, без губа. И, как ни послушали, не поискать, там, откачивают гематомы. Вот, друзья, откачивают гематомы. Ну, потому что, я думаю, мне страшно откачивать, ну, мне некого больше. Я не считал, это нужно откачивать. И, вроде как, как будто, все живут. То есть, то, потом гематома, поверьте, когда у нас сейчас бывает ситуация, сейчас сделали, через неделю, две принципиальные разницы. Ох, тут, вот, красиво. А нас все устраивает здесь, все, давайте, потом я отводите, все, да, давайте. Вот, вот, уже есть, Лёда Кудряшов лежащий, да. Вот, давайте, ну, кстати, мы когда про министерства говорили, может, кто про министерства? А вот, темный мальчик-то остался, можно на него кликнуть, вот этот, на мужчину кликнуть, пожалуйста. Ну, да, я же боюсь называть это. Ну, вот, вот смотрите, мы вот так пишем, вот так пишем, мы сейчас обстоятельства, можно ли сами, коротко, после операции министерства связаны с их травматическим, и дегенеративным, то есть накопленным повреждением, выжигание хряща, выжигание хряща, выжигание хряща, после консервного лечения по жизни министерства. Все, точка. Хочется отсылку почитать? Вот, ссылка, один из самых известных в мире журналов, по радиологии, пожалуйста, читайте. Все, что придумывать? А если хуже, 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 я на личном примере, я не мог, так не понять, с чем это связано? Вот там, назад уйдите, там же, что боль вызывает? Частичная разрывка и низ. Ну, с чего вы взялись? Это вам на МРТ сказали, доктор, вы-то с чего-то, он-то с чего-то взял? Ну, вот, все, ниже. Ну, я сейчас, так, так, давайте, так, прокапимся, что такое, Ронал, вот так, так, женщины-мужчины. А, кстати, например, мы там даже даем, а можно, давайте, давайте, вот здесь можно спорить можно не спорить посчитали переварили тему закрыли там просто ниже есть там тоже статья где якобы менистки, клинические менистки, делали мрт и у этих людей почти всех был боковый женщин отрыв, который беспокоен его лечить правильно лечить и все, не променяли, назад, я хотел показать одну картинку, ниже, ниже можно, ниже я прям по плазмам а, например, я думаю, что для кого-то из вас будет, для кого-то будет вас, вот можно на Динару Саппин вот как часто, извинения, позвоночники молодых спортсменов теннисистов случаются, когда мартанилов когда в боли находим грыжу, протрузию и так далее, вот как часто теннисисты, вот посмотрите, грыжи диски 30% теннисистов, это мы говорим возраст теннисистов, 16-20 лет, которых жалоб не было, жалоб нет Динару Саппин, извините, 60%, ниже можно, текст этот, ага, вот супер, супер, вот от грыжи 86% распространенные, в панели LSS у каждого 20-го, тоже более чем в личном животном, поверьте посчитали, изучили, собрали теннисистов, это же мы, мы же этого не делаем, правильно? Назад, назад, не надо лечить, кто-то в мире не лечит, ну как, ну, надо решить, что болит-то, ну, надо решить, что болит, дальше вот, кстати, по задним крестам, вот, Борис Никаноров, придет счет Дамира по пляжному футболу, за три месяца Дамира порвал задний крест Манхелл давно не оперирует, он давно не оперирует, хоть плачь не оперирует, в хоккей играть не умеет, в целом Назад, и это, так, давайте посмотрим, что у вас здесь, просто раз такая фотография, после себя не помню, Адеш, там наш, на корм чего посмотрим, да А, ну ладно, так, так, политически корректный текст, давай, вот, вот, можно ниже, ниже, О, кстати, кстати, про нюансы, это вот, вот можно на темного мальчика, да, вот, не-не-не, вот, темный мальчик Вот, смотрите, американцы посчитали, хороший журнал, сон и здоровье, да, они, да, свежая работа Как недосыпание, связанное с сидением в Твиттере, ну, у них тогда Твиттер в таком популярном влиянии, вот как влияет Хуже статистика, точно, на огромном уровне баскетболистов Ну, мне кажется, для этого даже следование делать не надо Ну, нам вроде кажется, а спеем по 6 часов, а то время берем капу, что спастись А когда, ну, ну, дальше, дальше, дальше Люди на таких вещах делают научные работы Ну, никто не мешает делать, нам, например, на этих вещах, вот, вот это давай, вот, 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 вот Вот, вот, да, вот мальчик, болезнь Кёнига, болезнь Кёнига Там, там, так, разговоры об операциях, понятно, все привыкали операцию Это анализация, все вообще не обсуждается Немного операции не было, опять они не эксплуатации плазмы У них терапия, это Миндэ, футболист, известный футболист, Ужигар Кудер, понял, с кого-то назывался Вот, конечно, сейчас То есть тут, ну, жалоб каких, понятно, нет И давайте назад, последнее Покажу и уйдем Ужигарский футбол нам неинтересен Ну, давайте Вот, кстати, а, ну, давайте к разговору, давайте, вот Давайте, да Про суставы тазобедренные Что наиболее опасно в суставах тазобедренных? Болезнь, регби или обычная жизнь? Обычная жизнь, болезнь Молодых, ну, вот, вот, вот Да, вот ответ, вот ответ Там три Тесла, Магдэ, деда, регби, танцоры, балета Остром есть Десмотря на то, можно будет, ниже опускаем То есть, коллеги, это бессимптомные изменения И у них ничего не беспокоит То есть, в стране у нас разрывов стану клубы стояло 87% Бесущественная разница между каждой из групп То есть, у 90 человек в возрасте, там, в каком там, 35-40 лет было Были, где они клубы и пулилили Кисты были чаще у танцоров То есть, с играми в лепетях вообще ничего не было Хрящ истанчался во всех группах одинаково Одинаково И какому выводу приходят авторы? О Видите, то есть, в повреждениях хряща Обычно у танцоров, балета И у ноты работы, которая ноты РПИ Хорошее исследование, как год Как год Назад И давайте про Ну, давайте вот про СНЮС Вот, у нас их пугаем уже иногда Давайте Кстати, сейчас совсем сборный квадратский попутбол Любов возрастов Плески приезжают, в моче находят никотин Сразу едем назад, сборный квадратный Называется Любов возрастов В полном сигарете только факты со ссылками Чем опасны сигареты, чем опасны вейпы Чем опасны СНЮС Полностью Там картинки, по-моему, есть Есть здесь картинки? Да Ну, на футболисты взрывов не воздействуешь Поэтому приходится Да Человеку упадет Да Ну, на них действует Хорошо действует Да А, кстати, давайте про Можно назад 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 Не Ужас Явно Можно поднять ниже 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 Вот Опять Давайте Давайте Про массаж Потому что можно всегда Не дойти Можем дойти Массаж И даже Допустимся на святое Но это Фактор То есть Если есть другие следы Не можете показать Нет Доказательной эффективности Ну Вот По Стритерам Кстати, есть хорошая работа Массажу Стритера Негативно Негативно Влияет Есть работа Патриотлонистов Тоже Негативно Влияет По Сауне Или Сауне Тоже Как Самый ham Ролы 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 На Ролы Ну Ролы Да Это Это Компрессионный У Эм нет ниже 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 вот вот это вот опять же у нас сейчас отличаемся отрыв это мышца мы сегодня обсуждали отрыв полный лечение отрыва с вырублено с пациентом оперативно лечение 5 10 реабилитация консервативно что линии на среднем общую группу ниже текст он все может это самый престижный в мире журнал посчитали посмотрели американцы что так так лучше не оперировать дольше возвращает восстанавливаться все давайте закончим коллеги что будем делать с повреждением или вопросы как скажете я никуда не спешу вы говорили что это будет что-то очень интересное стрессовое повреждение про стрессовое все спасибо не почувствовала так вы не должны чувствовать ну вы бы сказать чего-то такого что сильно помогли или сильно подышали ну это не хорошо не плохо смотрите мысль такая настоящая опять же а можно на снаграм найти давайте я там просто там на кинозвете и приедете просто да 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 значит по факту ну давайте ниже ниже так а кстати вот там есть триппирование там у интерфи слева дата какая дата еще дата какая дата сейчас скажу какая дата вы давайте не хулиганите там сами уже на витамин D нажимаете 28 декабря 28 декабря 29 декабря а нет ну ты это изображен я не знаю ну там нарисована была нога закрепированная она нарисована а кстати да а можно выше понять и вот тут нас касать стоит вот это вот опускайте а вот это вот это вот это вот это вот это смотри коллеги в штангском году за нас всех мы не читали тысячи ниже авторы можно поднять автора вот стоп, смотри вот свежая статья штангская свежая огромный метаанализ зеленая существуют строгие доказательства дезэффективности применения. Причем расписано у кого выносливость, сила, обычные люди. Есть такие и нет дезэффективности или просто опасны для здоровья или высоченного допинга и т.д. Во всем спорте и, ну это все в этом, говорят кстати много лет, почему скучно? Скучно. Только вот эти вещи имеют доказанную эффективность. Кофеин, углеводы, бета-аламин, хорошая вещь. Правильно применяем. Свекольный сок, вегарбонат и антиоксидант. Сила, только креатин и протеин. Все, все. И обычно люди, ну понятно, что применяются. Сюда тоже выходит, например. Парбиотики, электролита, ну калий, магний, т.д. и витамин D. В нужных дозах. Доза что-то делится, это только у меня дочери два года, она каждый день пьет по 2100 витамина D, там по 1000 минут кальция. Не потому что такая бессмертная, бесстрашная. Ну так положено пить. Вот мы можем о чем угодно говорить. Ничего нет. По кофеину строгие доказательности в спринте, выносливости, по свекольному соку строгие доказательности. По креативности, особенно для вегетариантов, строгие доказательности эффективности. Но, в креативности никакая проблема? Какие дозы эффективные? Своение. Своение получается? Ну там, считаете, что классическая доза какая? Своение. Нет, это может подтягивающие получается. 0,3 на килограмм массы тела в день, посчитайте, сколько это надо на легкой атлета плюс это на 20 граммов в день есть. Вот, он с ума сойдет за неделю. Потом содержится для 0,03 граммов. Дост 5 граммов, как вы сказали. Это 20 дней. Таких доз в нем не применяем. Другие варианты не изучались, нет эффективности. Сейчас интересная тема, я об этом говорил, гидоксинитлобутират. Бэтроланин более старая тема. Она очень-очень работает. Единственное, что надо сразу видеть, что уши горят. Тут могут что-нибудь гореть. Надо сразу четко понимать. Пикантно горят. Если перед игрой начинаешь давать, лучше в тренировке попробовать. Потому что она не ходит и ныря там... Слези аппараты. Ну, в принципе, есть такая компания СИЗ. Мне нравится, потому что там вся линейка есть. Там у них есть кофеин, чистый кофе 200 граммов. А есть кофеин с беталанином, струлином и беталанином. То есть, вроде как перед тренировкой. Там получается разно. Хотя понятно, что он курсом работает. Вот хорошая тема. Есть исследования гидоксинитлобутират у грибцов и спринтеров с креатином. Тренировка гидоксинитлобутират у гидоксинитлобутират в сутки. 20 дней. Повышаются показатели спринтеров. Показатели спринтеров повышаются. Но! В основе ходим ритер. Лежим... Давайте презентацию... А, мы средства поважения хотели, да? Давайте стрессов. Да, потому что их реально никто... Вот, видите, мне в фейсбуке пишут, что если это партнер, то у меня на этикете на ЛФА. Ну, окей. Все хорошо. Будем считать так. Коллеги, здесь ключевой момент. Тема, тема прям совсем... Ну, я думаю, что сотки спортсменов экстракласса закончили карьеру именно из-за этого. Что-то лечили, лечили, кстати, касаемо менисков. МРТ, когда правильно сделано, всегда виден мениск, которому там 500 лет. И рядом отек кости. Беленький отек кости. Он сидит. Кстати, в аккаунде у нас тоже есть. Так как Брюс Бойн, ушиб кости. Он когда контактный, бывает, попали. Ну, попали, за два месяца он пройдет. Там все просто. Болит, можешь делать? Делай. Болит, не можешь делать? Не делай. А когда бесконтактный, пауза. Почему? Потому что будешь продолжать, он же без контакта, он будет нарастать. Закончится... Что нас губит? Вот девочка. Ну, вот на этих срезах девочка танцовщица. Танцовщица известная чемпионка мира в танцах. За месяц до выступления чемпионат мира по танцам, соответственно. Здесь все, что белое, это богато жидкостью. Вот в этих срезах. Вот это, условно, сосуд кровеносный. Вот сосуд кровеносный. Кровь жидкая, поэтому белая. Да? Вот кость. Кость серая. Вот кость. Ну, девочка маленькая, где зона роста. Да? Вот это кость. Мощнейшая отек кости. Мощнейшая отек кости. Вот отек кости. Ну, это срез другой. Да? Кстати, привели безымротебный зелью рентген. Девочка, один слеп. Артроз поставили. Ну, артроз. Надо лечить артроз. Она ходить не может уже. А там, в чем эти повреждения, огромный плюс какой? Диагноз часто можно по разговору уже заподозрить. Есть группы риска. Они описаны. Механизм развития. Он описан. Локализация. Они описаны. Но вы диагностировать можете только четыре степени. По-английски называется stretch fracture. Стресс и перелом. Но перелом это только, когда четвертая стадия достигает. Четыре стадии имеют. Тогда мы на рентгене видим перелом. Первые три мы не видим вообще на рентгене ничего. И на КТ ничего не видим. А симптомы есть. И лечение можно занять несколько месяцев. Вот то, что было. И то, что стало через месяц. На восемь сегодня хорошо забыло, как они болели. Смотрите. Стресс и переломы. Описаны в 19 веке у солдатов русской армии. Как маршевая опухоль. Тогда рентгена просто не было. А пятая плюсневая. Понятно. Это болезнь. Скажите, кого? Пятая плюсневая. Прыгунов. Ну, если популяцию брать лекаритическую. Это болезни. Это болезни. Прыгунов. Болезнь рекрутов. Новобранцев. Новобранцев. Почему? В обычной жизни жили, жили, не то жили, насколько в реальности. Жили в армии. Сразу старовая подготовка. Пятая плюсневая. Сразу пятое плюсневое. Данные европейские, мировые, где каждый десятый пациент из клиники Владимира Медицины, который есть спортсменов. Каждый десятый. Кто из вас слышал когда-то про стресс и переломы в своей жизни? У кого был стресс и перелом из присутствующих? У кого был стресс и перелом из тех, кто рядом с вами живет? Ну, диагноз стресс и перелом. Они были, но об этом не знаю. То есть получается, что мы по аудитории сидим тренеров и так далее. Тренеры не слышали. То есть очень редко. Очень редкий зверь. Смотрите. Кто наиболее часто? Скажите, почему здесь? Что их отличает? Гимнастика. Бег на длинные дистанции. Ключевой момент. Гимнастика. Танцы. Рецидивы. Рецидивы. Ну, мужской футбол почему? В нем мало этих переломов. Просто футбол очень популярный. Поэтому в абсолютном значении их много. Чаще пятая плющевая кость. Тоже специфически лечится. Шурупами там лечит. Тот лечит же консервативно. Там два месяца. Там своя беда. Но там все четко. Если Антон Верончук ломает пятую плющевую кость стрессовый перелом. Ты говоришь, что я его вылечу консервативно. Ты говоришь, что можно взять на два месяца. Ты будешь под стрессом находиться. Вот. Не дай бог, что случится. А ты так ему в Германию отправил. Винтон завставил. Ну, что бы себе ни случилось. Ты же молодец в Германию отправил. Да? Это не по медицинству. Там все это бывает. Эпидемиология. Смотрите. Чаще всего. Назовите пол и вид спорта. Чаще всего страдает стрессовыми переломами. Пол какой? Художественная гимнастика. Художественная. Ну, гимнастика. В принципе, гимнастика. Какой еще вид спорта? Ну, вид спорта, да. Ну, давайте это все к гимнастике отнесем. Какая еще дисциплина легкой атлетике чаще всего подвержена? Легкой атлетике. Нет. Вся выносливость. Вся выносливость. Вся выносливость. Почему? Почему женщины в акробатике, в танцах? А? Постоянно? Нет. Ну, это тот факт, само собой, да. Почему? Что важно в гимнастике, в танцах, в акробатике и что важно в выносливости? Вес. 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 Все они гоняют, следят за весом. А, бывает. Все на диете. И у всех развивается что? Кто слышал про Рец-синдром? Рец-синдром, кто слышал? Триада женщин-атлеток, кто слышал? У всех развивается ранее известная как триада женщин-атлеток, сейчас называется Рец-синдром. С Рец-синдромом бывают и у мужчин, и у женщин. Триада женщин-атлеток, что включает в себя? Снижение плотности костной ткани, вплоть до остеопороза выраженного. Нарушение питания, погрешности в питании с нарушением питания, и нарушение массерной функции, вплоть до аминовей. У мужчин, ну сейчас потом терм поменяли, но становились другие еще, ну, другие еще симптомы. У мужчин, ну, у мистурации пропасть у мужчин не может соответствовать, поэтому, ну, ряд общий для женщин-атлеток, для тех-так. И вот, вот ряд женщин-атлетов. Уважение питания, мистуральные функции, стяжение плотности костной ткани, вплоть до выражения остеопороза, аминовей. В разных популяциях, в чем проявляется в этих популяциях? Частота средствовых переломов составляет, ну, эти, ну, вы сами все видите. У женщин и в районослужащих 9% против 3% у мужчин. У спортсменов 10% против. У женщин чаще, где гоняют вес. В правильности, в художественной гимнастии, в принципе, в принципе, мало. Ну, в популяции. Популяция гораздо больше. Да, поэтому процентов сношения, понятно, не больше, а абсолютно, понятно, меньше. Ключевод. Но! Важный момент. Мы, когда говорим слово стрессовый перелом, гимнастика, лёгкая атлетика, мы что поднимаем? Пятое, плющики, стопа, колено и так далее. Стрессовый перелом могут быть где? Где самая частая организация стрессового перелома у гребцов или фейсболистов, например? А? Нет. Первое ребро. Когда оно возникает? Когда часто повторяющаяся монотонная нагрузка. То, что нагружается, что нагружается, то и повреждается. Месяцами накапливается, месяцами накапливается, никак не проявляется. И если об этом, как лечат триаду женщин-атлеток сейчас, ну, РЭД-синдром лечат, ну, в Америке пишут, как надо ее лечить. Мы, кстати, уже статью написали по этому поводу. Я вот кому-то, ну, я прямо на это ее перешлю. Она прямо в нашем журнале, наше специально, что мы знаем РЭД-синдром. Там прямо опросники есть на русском языке. Вы опрашиваете своих, они заполняют группе риска. Высокая группа риска, низкая группа риска. И вы прямо ведете. Вот видите, в футболе это всего 0,5% всех травм. На пятый плюс к нему относятся. У стволистов много, у стволистов абсолютно очень много. А так, каждая пятая легкоатлетка имеет в Америке диагностированный диагноз стрессовый переговор. Диагностированный. Это то, что не дошли до врачей, это другая история еще. Вот что диагностировано. И чаще, понятно, чаще всего такой сниженный конечный таза. У меня был один легкоатлет. У нас бегун его знает. По бассеранскому переговору. Бараконс так много на стране. Стресс с переломом крестовой кости. Крестец пополам. В Киргизии на сборах. После остро работы. Все нормально. Заминочка. Заминочка нормальная. Беговые начал делать, болит. Ну, болит, болит. Значит, какая-то острая работа. Делать ее не может. Ходить может без проблем. Труса легко. Ну, без проблем. Острая работа. Осевая. Невозможно. Ну, понимает, что ничего там. Чего пересидеть без острой работы. Поехали и поехали. Вращается домой. Делает МРТ. Встает диагностику. Стрессовый перелом. Ну, врачам не верят. Ну, знакомые присылают. Там стрессовый перелом. Пополам крестец. Ну, там, правда, пытались, не знаю, как это можно загипсовать. Как-то пытались уложить его в кровать. Вот. Это не надо делать. Надо жить обычной жизнью. Спокойно. Четыре месяца все зажило. Ну, все равно. Ну, реально проблем. Вот, смотрите. Бейсбол, баскетбол, даже атлетика. Первое ребро. Гребцы. Четвертое-девятое ребра. Ребра у гольфистов. Теннис-бокс. Поктевой отросток. Легкоатлет. Ну, понятно. Ладивидное. Большебрецовое. Само собой. Плющимые кости. Ну, ты понимаешь, там будет фотография у вас. Мне ко мне один-то атлет пришел. Он с этим переломом. Гдог схватила. Ну, я давно его знаю. Такой уважаемый человек. По телевизору показывает. Такая ситуация. Был у мануальчик. Стало схватило повторшку. Он мне вроде размял. Стало полегче. Но что-то как-то мне больновато все равно. У меня там Ironman через месяц в Новой Зеландии. А он с этим бежал. А, а завтра работа. Я был в другой стране. Я говорю, ну, паузу давайте дайте. Те два дня с этим все решили. Ну, что я ему ответить могу? А у меня завтра работа. Темповая. Тридцатка. По четыре минуты. Для него там быстро. Я говорю, ну, бегите. Ну, что мне вам сказать? Ну, что мне вам сказать? Нет боли, нет прогресса. Я говорю, ну, наверное. Он с этим бежал. И когда мы в Москве с ним встретились. Его водитель, кто-то, помощник. И его на руках занесли. Я говорю, какой диагноз? Ну, пускай спазм воздушный. Размять надо. А наступить на ногу, ну, все. Он не может на нее вступить. То есть он на эту ногу в принципе наступить не может. Ну, там у нас где-то есть недалеко. Сейчас покажу его. Ну, там перелом шейки бедра со смещением. Он отродил для операции. Стали шурупы. Стифты поставили. Сейчас месяц уже плавал, держался, бегал. Но, в основном, фактически стрессовый перелом шейки бедра. Они отличаются. Смотрите. Варим среди новобранца. Самый частый перелом. Варим пятый плюс него костей. Смотрите. Есть, когда тактика лечения определяется. И вы когда думаете об этом. Есть локализации частые. Есть редкие. Есть переломы высокого риска. Низк. Что значит высокого риска? Переломы высокого риска. То, что они будут дальше расходиться, смещаться и так далее. А есть, которые нет. Вот низкий риск. Синий. Синий. Вот низкий риск. Вот смотрите. Перелом шейки бедра. Медиальный. Низкий риск. Снаружи. Высокий риск. Вот этот перелом. Не надо оперировать. Он сам зарастет. Вот этот. Надо. Вот этот перелом. Пятая плюсневая кость. Чаще всего. Футболистов, спортсменам. Чаще всего. К сожалению, оперируют. А переломы других плюсневых костей. Ну, казалось бы. Пятая, пятая, четвертая. Не оперируют. Но при этом пятую плюснюю тоже уже ясно, что есть там три зоны. Первую зону ни в коем случае не надо. И вторую, третью зону надо думать. Ну, тут уже наука пошла. Механизм повреждений. Вот перелом, кстати. Фамилию убрали. Понимаете, я когда про бегуна говорил. Вот крестец, вот перелом. Ой, тазовая кость. Это не он, это не я. Вот перелом. Все четкий, никаких вопросов нет. МРТ плохой, но другой вопрос. Как возникает? Когда постоянная, 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 постоянная нагрузка, костная ткань. Ну, когда просто не стоит останавливаться. Возникает зона разряжения. И возникает, в итоге возникает, как они часто описывают, начинает болеть, 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 болеть. Бегает через боль, обычно любителем. Процессонава говорит, что надо винили дать паузу, не паузу, а модифицировать нагрузку. Впрути педали, плавай. Он говорит, что вообще нет проблем. Любитель. Как же винили там паузу? У меня же марафон через два года. Я же там всольюсь. Я 6 часов не выбегу в марафон, мне денег надо казнить. У меня же не надо бегать. Он дверь еле не помещает, живот такой. Ну как в марафоне? Вот как раз слабость кости. И вот перелом. Вот перелом. Пяточка. Мужчина. В 40-летии мужчина, все у него хорошо. Он с этим опять... Смотрите, только вы там не уже садитесь так. Это МРТ. МРТ это срезы. На рентгене у него ничего нет. Почему? Рентген. Вот кость моя. Вот рентген. Он дает картинку через все слои. Одну картинку дает. Правильно? МРТ какую картинку дает? Нарезает. То есть у меня вот здесь нет перелома. Здесь нет. Здесь он есть. И на МРТ вот в этом срезе ничего не будет. Вот мне нужно срез поймать. А мне надо в него попасть. А как я в него попаду? Ну, если вот дело... Смотрите. Видите здесь все? Пять миллиметров. Срезы по пять миллиметров. Это катастрофические срезы. Широкие. Так нельзя делать. Это делать, когда хотят время сэкономить, чтобы быстрее человека выиграть. Чтобы пропустить больше людей. Пять миллиметров. И в эти кредиты все равно... Пять. 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 Сколько может туда попасть? Может проблем, которые мы не видим. Хотя бы три должно быть. Хотя бы три. Японцы вообще делать по одному. Но три это... Три это доллары. Три это час на колене. Вот. Какое лечение? Он пришел к нам в Москве из клиника. ИМС называется там. Лечение стоит как артикул в магазине. То есть по количеству цифр. Вот. Но человек не бедный. Но все равно как-то... Ну, я это сэкферироваться всегда успею. Вот. Ему предложили шуруп взорвить. Ну, хотя он... Он никак не лечился. С точки зрения... Ну, он сразу пошел. Он просто не бедил два месяца. Пил это Миндель без фосфонатов. Ему положено пить кальций. Делал... Ну, холод. Все. Через два месяца он делал контроль лиморта. Этого уже не было. И он живет обычно дальше. Все. Когда возникает? Когда резко возникает. Вот сейчас пандемия. Все сидели дома. Сейчас вот все выбежали. Сейчас в марафон все готовятся. У меня моя жена и две подруги в ЖС Сапиролон уже пришли. В московский полумарафон второго надо бежать. По любому месте остался на Наревском. Или в Москве живем. Или переходим тогда к тренерам разным. Меняется структура. Не было прыжковой работы. Появилась прыжковая работа. Меняем обувь. Тем более, как мы меняем. Меняем поверхность. Что-то как фактор увеличивающей нагрузку. Длительность. Монотонность самая страшная. Самая страшная монотонность. Ну, внешний фактор. Я презентацию тебе оставлю. Пожалуйста. Что-то для работы снова нет. Диагностика. Ключевой момент. Смотрите. Соединенных Штатах Америки. Как выглядит диагностика стресса и повреждений. Там страховая медицина. Например, инъекция PRP в Америке стоит 1740 долларов. Ну, мало даже что за американцы. Можете вот это. Зверей заплатить за это. Там все по страховкам. МРТ достигает там 1000-1200 долларов. Причем тоже по направлению и так далее. То есть деньги там считают. У человека подозрение о стрессе перелома. Приходит. Девушка там. Сорока лет. Любительница начала бегать. Заболела там колено. Кстати, я еще министра. Где-то она министра находится. Заболела колено. Там или там. Здесь заболела. Заболела, заболела. Бегала, 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 бегала. Терпела. В какой-то момент резко что-то стрельнуло. И уже она бегать точно не может. Хромает. А ходить может. Есть вот эта инъекция PRP? Есть. Она резко сбросила вес. А можно с менструациями что-то. Хотя это обычно те, кто с детства занимает. Он назначит рентген. Рентген назначен. Казалось бы, у нас МРТ назначать. Вот только что говорилось. Если он не увидит на МРТ ничего, что он назначит? Он назначит МРТ. МРТ. Почему? МРТ, когда нам поможет, если он думает о стрессовом повреждениях? Первые три степени. Четвертая, когда трещина, он же видит ее на рентгене. Он делает рентген, который быстрый, дешевый. Если есть четвертая степень и трещина уже есть, дальше делать не надо. Зачем дальше делать? Он понимает, что там перелом, там отек, все. Тема закрылась. Не видит. Он включает стресс с переломом или нет? В нашей стране всегда исключает. Если нет трещины или денег, значит ничего нет. Правильно же? Правильно. Он делает что? Он делает МРТ. Ну как он делает МРТ? Он ложится. Доктор, когда делаешь, сначала тебе же последовательность стир. Если на стире что-то будет, ты делаешь дальше Т2, Т1, что-то 9. На стире ничего не будет, ты заканчиваешь. Почему? Потому что вот почему. Вот почему. Сейчас мы идем. Где классикация-то? Ага. Понял. Не, не надо, не надо. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Надо запустить тебя сейчас. Не, все нормально. Сейчас покажу классикацию, чтобы вы просто поймете. Смотрите. Жалоба. Осевая нагрузка на конкретную маркетингуку. Осевая. Ага. Ага. Шесть. Двадцатый, да? Не, сейчас давайте до листа. Боль тросевой нагрузки. Длительность может много лет, но долго могут терпеть. У меня заданники говорят, вот ходить, бегать больно, ходить нет, велосипед не больно, бело не больно. Терпят, 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 терпят. И вопрос там острота. И надо понимать, что это резко происходит, и после уже бегать точно вариантов нет. Ну, все равно пробег. Ну, что делается? Магнитно-резонансная, радиоизотопная синдиография. Но это не наука. Но в Омск есть где сделать радиоизотопную синдиографию? Ну, я думаю, что, ну, одно место может быть. И то, когда вы скажете, знаете, что мне тут набрать? А? Он ходит в консерство. Да, да. И то, когда вы скажете, мне надо тут исключить, или, скажете, знаете, я тут знаю, что синдиография более чувствительна, чем МРТ, дайте-ка мне на плющневую, в третью плющневую синдиографию. Я скажу, что вы перегрелись, температура высокая, не хулиганите, да? Правильно? И в Москве так не скажут. Поэтому МРТ, КТ, генография. Смотрите. Говорят о стрессе и повреждении костной ткани. Самыми чувствительными являются МРТ и синдиография. То есть на них, я вообще самую синдиографию, на них раньше всего видно и дольше всего видно. Уже может ничего не болеть, а не может видно. На МРТ может ничего не быть. А зрители говорят, что может что-то светить. Рентген, даже когда перелом есть. Ложно-положительных, ложно-отрицательных, тьма. Надо об этом переломе думать, чтобы правильно давиться поставить. Если у тебя болит стопа, когда человек, кроме артроза, можно вообще ничего не увидеть. Правильно? Только что только артроз. Ну, щель сравнил, ну, артроз. Ну, всё. Об этом помню. Да. Весь мир говорит, надо быть настороженным в отношении стрессового перелома. И мы запоминаем. Видите, при выполнении МРТ признаки выражения стрессового перелома могут быть до 16 дней, а при синдиографии до 142 дней. То есть вы знаете, у вас всё это есть, а на рентгене, на КТ вообще ничего нет. А почему нам нужно МРТ? Мы заподозрили условно. Да, стрессы и повреждения. Ну, делать МРТ, плохо делают, уговаривают, денег нет и так далее. Ну, заподозрили. Все признаки есть, да? Ну, если мы говорим про спорт, можно же прогнозировать сроки лечения? Нужно сказать, ребят, сколько я пропущу? МРТ позволяет поставить стадию и прогнозировать сроки лечения. Вот здесь, опять же, даже для первичной рентгенографии почему лучше не насторожен? Это конечно, когда пятна пустимого слова, она там, она видна на рентгене, там не надо делать МРТ. То есть вообще, вообще не надо. Ну, мы делаем в футболе, потому что отёк сопутствующий, чтобы лечение добавить что-то. Ну-ка для этого. Опять же, видите, она, рентгенография, при сравнении методологики, когда вы там помните правильно всё делать, эффективно лишь при поздних стадиях, когда линия перелома сформировалась. Это четвёртая стадия, до неё можно не дожить. Третья стадия может болеть годами, годами может болеть. Первая рентгенография. Лучше, чем... Ну, там, мы смотрим кость, там и там. Лучшая рентгенография. Опять же, симптоматика есть, долго существует. Опять же, видите, когда линия перелома есть. Можно заподозрить более ранние стадии, но вы должны об этом помнить, доктор об этом должен... Доктор уже знает, как они выглядят. Он должен об этом подумать. И в этом всё не копать. Ну, радиозатопное. Понимаем, девушка, вы перегрелись, да? Ну вот. Дальше. УЗИ. На самом деле хорошо делают... На УЗИ хорошо видно. Некоторые переломы. Ну, понятно, да? Но то же самое. Осторожность, квалификация врача. Например, в Москве все футболисты сборных групп РПЛ, если нужно на УЗИ, едут к одному доктору, который Геннадий Салтыковый. К одному доктору едут. Всё. И то она, честно говоря, там, но если верить, что она пишет, у нас волосы вообще не рады никогда в футбол. Ну, она хотя бы топически всё пишет. Вопросов нет. А можно дальше вот... Да, да, там картинки красивые. Вы сейчас поймёте, в чём вот ссоль, даже в тактике лечения. То есть это проявляется так. Человек бегает. Заболела стопа. Ну, болит, болит стопа. Ну, паузу дал. Три дня. Хорошо. Голод сделал. Бандаж сделал. Начал, опять болит. Ну, губерфен попил. Через боль побегал. Болит. Так же уже бегать не можешь. Ну, к врачу. Врач. Рентген. Артроз. Ну, лечишься. Пиявка. Ударно-волновая. Улинотерапия. Желочь. Имексит. На покое. Ну, пока ты ж не бегаешь, на покое, конечно, полегче. В начале недели. Опять заболел. Да? Ты же вот закончил карьеру, за артрозу закончил карьеру. Клафигация. Посмотрите. Ну, вот. Рентген. 5 на плюс снимок кофе. Очень известный футболист. И здесь перелом. Через 45 дней лечения. Вот с этим он вышел в общий группу, выиграет футболист. Вот с этим он вышел в общий группу. В России разных возрастов. Они когда были юными, это перелом. Вот. Вот. Ну, он 5 плюс. Консервативно лечитесь, никаких вообще вопросов нет. Начало лечения, конец лечения. Все играют. Все хорошо. К примеру, 5 плюс. Не нужно ничего придумывать. Делайте рентген. Вот он. Вот он. Болит. Резко. Ах. Ох. Они бегут. Один трусил. Резко наста. Все и заболел. Тут же пока. Тут же показывал. На рентген. Видно все. Не видно. Это данное. Несколько классификаций существует в средствах переломов. Неоднозика пока, к сожалению, российской нет. Две главные классификации в переломах. Никак не видно на рентгене. Никак не видно. То есть классификация. Завершенная. Это нам. Когда есть перелом со смещением, там чего его классифицировать? А вот со смещением. Не надо лечить. Классифицировать. Вот ключевой момент. Важное клиническое решение. Вы должны решить. По локализации. Помним, да? Это перелом средств с низким риском смещения и несращения. Или с высоким. Это принципиальный момент. То есть пятая плюс невероятная. Высокий риск. Вторая. Третья. Низкий риск. Сейчас я вам покажу. Вот. Смотрите. Перелом низкого риска. Диакция большеберцовая. Смотрите. Задняя полуокружность большеберцовая. Низкий риск. Передняя полуокружность. Это же кости. Высокий риск. И, казалось бы, перелом одинаково. Здесь тактика такая. Там тактика такая. Медиальная должность бедра. Низкий риск. Помните, мы говорили, да? Перелом пяточной кости. Его не надо опереливать не только, что ты такой герой прогрессивный. Его просто не надо опереливать. Не надо опереливать. Мы говорили, что мы прыгали с двадцатого этажа и пятая себя разбили. Мы об этом не говорим. Перелом высокого риска. Ну, есть стрессы, переломы над коленниками. Я один раз видел. Ну, там работа была. Ребенок тренировался шестнадцать часов в день. Шестнадцать часов в день. Ну, это, ну, там, ну, там, не знаю. Ну, там, там, да, клиника. Клиника. Опять же, классикация. В основе классикации сейчас долго, ну, там, сто лет. Сто лет в основе был рентген. Сейчас МРТ. Две классикации. Смотрите. Фредериксона и Аренда. Две классикации. Они описаны, на них весь мир ориентируются. Обе. Вот, вот, это большая белцова. Пусть понятно. Смотрите. На рентгене, на КТ здесь все идеально. На последовательности МРТ классической тоже все идеально. Вы этого не увидите никогда. Вот, посмотрите. По шкале Аренда. Ну, МРТ, ну, врачи, ну, общая мысль такая. В МРТ очень много нюансов. И там есть такие последовательности, которые вы выбираете, там, с жироподавлением, безжироподавлением и так далее. Если говорить просто, самое чувствительное к воде, это, ну, СТИР. Ну, там, у разных компаний разговаривают, ну, СТИР. Менее чувствительное Т2. Совсем чувствительное Т1, где вы хрящи и сварикосит, а дальше смотрят. Если есть изменения на МРТ, на рентгене ничего нет. На МРТ в СТИРе первая степень. На СТИРе Т2 вторая степень. На СТИРе Т2 Т1. И линия разговаривают. А это уже третья степень перелома стрессового. Это третья степень. И только четвертая степень. И там, и там, и там, и там, и там. И присутствует линия разговаривания. По Фредериксону плюс то же самое. Они только смотрят разные зоны отеков. Тут то же самое МРТ. А он стеклятся тонко. По рентгенографии, миллион лет, она вот раз, сто лет используется. Вот здесь. О, сохранение перелома есть? Есть. Разговаривание перелома? Есть. Сполнено. Все. Когда вот это возникает, вот это уже живет месяцами живет. При этом слово stretch fracture, в литературе, это stretch fracture. Мы понимаем, что именно перелома нет еще. Поэтому мы называем это стрессовым повреждением костной ткани. То есть стрессовое повреждение есть. Но, чтобы людей не вводить в заблуждение. Одно дело, у вас стрессовый перелом большеволицовой кости. Это один диагноз. Одна трагедия в инстаграме. Лайки, а это одно количество лайков. И другое дело, когда нет. Другое количество лайков. Надо тоже понимать. Вот. Лечение. Никогда. Никогда гипс. Вообще никогда гипс. Никогда полный покой. Больно бегать. Мы говорим, как правило, низкого риска и высокого риска первых трех степеней по большому счету. Ну, если вы, например, трагедию кибидрагдера относятся к высокому риску. Вы не видите линию перелома. А видите отек. Зачем его оперировать? Правильно? Снова вы разгрузите. Здесь уже нечего оперировать. Больно бегать? Не бегаем. Не бегаем. А ходить не больно. Ходим. Не бегаем. Уже идите дальше. Больно ходить. Значит, что делаем? Надеваем сапожок. Ну, смотрите, они, к сожалению, дорогие, но им это надо. У меня была одна барышня. Она решила заняться спотом, легкой атлетикой. Бегал. Бегал. Вот за десятки лужников. Она такая, обстоятельная и влиятельная, так назову. Ей нашли тренера по легкой атлетике. Хороший тренер. Немного вопросов ноль. Лично у меня вообще никаких. Она ему говорит, так, лужники перекрыли там для нее. Все, все. Городили. Она первая тренировка. Она у нее подойдет 40 раз с лишним лет. Она посмотрела, говорит, ну, куда-то бегали. Она говорит, нет. Ну, у нее лишнего веса нет, в принципе, как у женщины. Ну, для бега там пятнашку надо сбрасывать, так скажем. Вот. Она говорит, когда-то бегали? Нет. У меня на паузу. Ну, где-то там, рядом где-то. Ну, окей. Ну, давайте дам. Вот сейчас там пульсовик дадим вам. И будем ходить по пульсу. Пульс 140. Она идет, у нее пульс уже 140. Она говорит, ну, давайте. Она говорит, час они походили, час походили. Ну, вот все, тренировка закончилась. Сейчас планочки дома, стопки будете крепить. Ну, что она может сказать? Она говорит, где идти? У меня тут десятка возникает, через два месяца. Вот так ходить-то без тебя могла. Где-то мне тренировку давали. Ну, вот я, например, вечера зайду у руководителя, говорю, слышишь, Петя, мы тебе эту бурну честь оказали. Такого человека тренируешь. Ну, ты ей там, давай как-то, да, бежуки какие-то там. Ну, ходить-то по пульсу на без тебя может. Ну, передумал, окей. Ну, за следующий день у них пошли. Прыжки, СБУ. Ну, все по схеме. Часов она пропадела, взбудилась. Ну, понятно. Вот это тренировка. В этой тренировке у нее пятка заболела. Ну, она говорит, это все ерунда. Давай, пошли беговые, подъемы, олени, шаг. Спринты, смены направлений, все. Движения, бель, трансфит, чисто в виде пошел. После четвертого раза она уже ходила с трудом. На обе ноги. После что я ее бездвиживал. В автолайне президента лечили. Две от артрозы лечили. Приехала она на каталке. Вот у нее было шесть переломов. Шесть. Две пяточные, две перцовые максимальные, две перцовые дистальные. Опять же, ну, давайте с коляски вставать. На МРТ все прекрасно было. Ну, просто все прекрасно было. Она два месяца ходила в таких сапожках на работу. Угалокружающих. Ну, там, в двух сапожках вообще. Вот. Пила это Миндер. Миндотерапия сконтактивная. Все у нее прошло. Она их сняла. Сейчас продолжает бегать. То есть, ну, там, какую-то... Дережкует. А? Дережкует. Молода. Там вот на УЗИ-инфракция выбросом выше стало. Ну, вот видите. Хошанска делает, Хошанска уже живет. Вот. Основные принципы лечения. Ключевой момент. Коллеги, никогда гипс не используйте. Ну, гипс, ну, реально, он реально не мультизирует. Ну, если есть какой-то там перелом со смещением, там, вы боитесь, что там нервы перебьют и так далее, там, все, ну, окей. Ну, нет варианта. Я в футболе с 8-го года ни разу не видел гипс ни на одном футболисте. Ни на одном футболисте. Видел, ну, много лентра. Ну, не видел ни на одном. Зачем? Вам нужна неподвижность? Чем вот этот? Вот. Он чем бы неподвижность не обусловил? Чем? Чем? Ну, под гипс уже реально чешется, просто банально чешется. Вы знаете, у вас три месяца чешется что-то. Снимите, снимите душ. Если вы лежите на кровати, мы уже боимся всего нагрузки смещения, да? Ну, когда вы лежите, уже нет никакого всего нагрузки. Ну, лежите. Потом вы можете ЛФК его, разрабатывать и так далее. Некоторые футболисты были девочки, гимнастки. Неделя в гипсе контрактура не убивает. Вообще, все, навсегда контрактуру. Все, ребенка уже нет. Все. Исключение расслуживающей боль. Больно ходить. Костыли, сапожки. Не больно плавать. Плаваем. Не больно велосипед. То есть, не покой, а модификация нагрузки. Это ключевая. Почему модификация? Потому что мы такие герои. Ну, представьте, собакам за модификацию, даже если пропустят. Сколько он будет форму набирать? Ну, сколько? Полгода. Ну, если еще наберет еще. Потому что у него уже будут болеть еще. А так он продолжает нагружаться. Упражнение делает. Форму какую-то поддерживает. Все. То есть, он не любит. Опять же, любая нагрузка без болевом диапазона. Концидентное лечение практически всех переломов. Кроме переломов. Четвертости. Четвертая стадия со смещением высокого риска. Все остальное просто нет линии перелома. Там нечего оперировать. Там вы рады еще эти переломы, а нечего. Ну, полистерапия, вы ее уже сегодня слышали, знаете. Она во всем мире, она большими буквами. Плакаты, которые вам пришлют. Там эти плакаты. Полистерапия. На теорике. Холод. Все это вы знаете. Вот перелом. Вот кость черная. Вот отек кости. И вот линия перелома. Вот линия перелома. Где локализуется? Это что? Мениск медиальный. Чаще у боль возникает две. Вот она здесь чаще возникает. Дело в МРТ что находят? У 97% футболистов есть проживание мениска. Бессимптомных. У каждого восьмого проживания мениска третьей степени. Пополам. Просто пополам. Просто пополам. Боль, МРТ, мениск. Что? Мениск. Вел эту операцию. Сколько они любят садиться? Ну до ходьбы обычной. Месяц два-три. За это время отек кости уходит. Человек все проходит. Он живет дальше обычной жизнью. Нет. Там было такое. Не-не-не. Мы про Ваш. Я же его разожорился, что он ближе мил. НПВ. Смотри. Вот кость. Кстати, вот эта женщина. Шесть переломов. Вот. Раз. Два. Опять же надо запомнить. Надо разделить. Мы у многих спортсменов видим отек кости вообще без симптомов. То есть у него там он связку дернул. Подвернул новую. Делал МРТ. У него белая тарана курица. Просто вся белая. Мы понимаем, что не связана с этим. Не связана. Он накопил ее. Какая в этом тактика? Он играет все делает. Но мы это уже видим. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. Все пишут. Все пишут. Хорошая работа. Убегунья на шесть процентов. Убивали по стакану безжирного молока в день. Один стакан в день. И сейчас это оказалось на шесть процентов ниже. Ну вы наверняка это знали. Вы сказали, что здесь непонятно. Да. Почему кальций? Нас кальций интересует. Опять же. 2000 мг кальция. Витамин Д. Витамин Д. Все пишут. Что Д кальций. Д кальций. Д кальций. Д кальций. Как лечится? Ну вот. Бесосонат. Ну самый простой бесосонат. Фосомакс. Стоит 200 рублей 4 таблетки. Уникальный препарат. Для назначения. Там очень сложная инструкция. Да. Я всегда говорю. Вот это у вас. Мы всегда писали выпуск в электронном виде. Маги не даем. Мы деревья экономим. Бережем деревья. И плюс. Ваш же выпуск он потеряет. А так главное. Никогда его не потеряет. Плюс надо посидеть. Подумать вечером. И сразу прием писать. И. Мы всегда пишут. Там витамин Д. Витамин Д3. Имм Д3. А не Д2. Оли кальциферол. А не Эрми кальциферол. Там доза 10 тысяч единиц. Там 60 дней. Потом 5 тысяч единиц. 30 дней. Кальциферол. Пишем. И там. Фосомакс. 73 граммов 1 раз в неделю. 60 дней. Строго по инструкции. И 3 высказательных знаков. И пацаны. Вот так написано. Знаете, что значит строго по инструкциям? Что значит? Значит надо открыть инструкцию и прочитать. Вот. Все понял. А витамин Д5 не написано. Нет. Значит не открываем витамин Д и не читаем. Я за вас уже прочитал. А что инструкция какая-то? Тосомакс пьется как? Раз в неделю утром натощак. Стоя. Запивая стаканом воды. И потом. Полчаса не ложится. Представляете, когда пациента назначили какое-то лекарство. Всего 4 таблетки. Так сложно применяется. И он потом весь день ходит. К своим ощущениям прислушивается. Там хайнуло. Там стрельнуло. Колова заболела. Язык анемел. Ну это как с коронавирусом сейчас. Баскетболисты у меня там есть. Там заболел кто-то. Кто-то заболел. И вот температура в сараха поднялась. Он там не всей семьей лег и ждет до конца света. Вот классический. Вот стресс и перо. Вот стресс и перо. Кстати, это женщина. Вот. Вот она. Причем, поверьте, это очень болит. Это реально болит. Ходить спокойно. Она бы рада ухромать. Она не молотаемую ногу хромать просто. А когда одна нога, ну ты хромаешь, то можно бегать. Вообще без вариантов. Ну понятно, что кость большая вот из зоны. Ну, паритериодный гормон. Вот перелом ломной кости. Вот так проявляешься пахом и боляй. Сколько у меня пах лечить? Вот такой лечить надо. Ну, финны пишут полтора года это лечится. Финны пишут. Ну давай попробуем за месяц. Извини, что они начинают. Давай быстрее. Ты долго уже в него летишь. Всегда надо быстро-быстро-быстро. Классика жанра. Это надергал. Фланговый полузащитник. Надо это учитывать. Проходы по флангу. Подачи. Подачи. Вот они на сбору уезжают. По 100 подачи сделали. Вот. Чётко. Поплата. Вот. Я вам о которых говорил. Помните? У которых мужчина 30-го было по 4 минуты. Спас подвздошную лечить. Вот. Спас подвздошную. Перелом какой? Высокого риска. Латеральная шейка. Латеральная шейка. Педра. Четвёртая стадия. Правильно? Это КТ. Надо здесь сделать, скажите мне, МРТ. Зачем? Ну вы перелом видите, да? Вы его на рентгене, кстати, увидите. И самый главный нюанс. Сроки. Для чего мы здесь огородка родили? У нас есть осторожность. Мы помним. Всё. Вот. Сроки лечения. Сроки лечения. От 2-х месяцев низкого риска. До 4-х месяцев высокого риска. Нары даёт. Татив даёт. У него крупнейшая работа. Третья за степень. 18-30 на неделю. Более полугода. И это не финал. Это не финал. На рентгене ничего нет. На КТ ничего нет. Человек что-то там болит. Бегать несложно не может. Сальфи крутить не может, да? Лечить. Что лечить? Что лечить? Что мы лечим, да? Вот там у нас попадают. Вот часто. Ахилы на бесконечности мы лечим. Акрозы лечим на бесконечности. Боли в тазу. Вот у нас там всё. Мы всё с пазм-воздушью разминаем. 3-4 месяца проходит. Он проходит. После 150 сеансов манальной терапии. Он какой-то растает. И всё проходит. Друзья, давайте тогда заканчиваем, да? Потому что я понимаю, что мы устали. Я-то не могу только не дать вопрос тогда, если есть. Поэтому стрессы и переломы, друзья, это очень-очень сложная проблема. Проблема, которая не диагностируется. Поэтому я сегодня попросил, попытался... Можно по сооружению, я прям так пробегусь, чтобы просто вы поняли. Потому что стратегии в антидоме-крусах, мы там выложили пост. По спринтам того, что эффективно в восстановлении. Ну, как бы скучно ни казалось, не было банально, но тоже вроде как понятно. Сон, питание, холод, там, кофеин, креатин, бета-аланин. Ну, вы печистили? Холод, да. А? Холод, да. После нагрузки. Не, а куда холодно? Нагружаемо лучше. То есть вы голову показали, это какой вид холод? Вот, да. Здесь прям вот фундирное. Потому что на самом деле... Ну вот. Это, знаете, легенда, вот эта аппарат нагматэ. Кто-то видел? Кто-то видел живую нагматэ? Это штаны. Это модная тема. Надевают это в NBA пошло. Да. Да. Ну вот. Футболиста куча накупила в NBA. Футбольный клуб один известный, очень амбициозный. У них спец было мероприятие. По нашей информации. Куб провинциальный там, ну, какая-нибудь информация. А кто-то, кто-то где-то в реале и в Ювентусе в перерыве что-то спортсменам надевают на ноги. На ноги. Лактат полностью уходит, свежий, кислород опять несутся. Надо выяснить, что это больше купить. Полгода следствие ошло. Головина задействовала. Ну вот, что у них стоит. Ну-ну-ну-ну, сборный стоит. Ну и там варшуб стоит. А? А? Да, вот надеваете, вот надеваете он. Ну не, хорош, у меня дома, да-да-да-да. Мне тоже, я там книгу эту красную писал, мне говорят, типа, а может наши, вы же будете писать про это, а может наши сфотографии наших приборов. Ну, может, мне не жалко тебя. Он вам аппарат надевает. Ну, давайте. Ну, на халяву, чего не дать. Вот он у меня стоит там, лево там, пыль сдувает хронически. Ну, ну, ну. Вот они играют в Боливии, Ла-Пас, высота 3700. Да, мы говорим про высоту, кстати. Адаптируются, не адаптируются. Ла-Пас, Боливия. С Болонавилей всегда играет Ла-Пас в высоте 3700. Вот с Болонавилей в перерыве матча. С дышкой с воротом, в геймрейде. Ну, Неймар сидит. Ну, сидит и сидит. Вот наш вариант. Денис Булшаков с Квинси Промисон. Денис Булшаков слева. Да. Пояснить надо, да, пояснить. Нет, Денис Булшаков в ёлках. Там, да, закон. Опять же, здесь восстановление. Мысль какая? Понятно, что есть, ну, тренеры-палеокатерики точно знают, что есть периоды, когда надо работать на недовосстановление. Но эту щедрость и может позволить очень мало людей, спортсменам, тренер. Почему? Это же надо контролировать. Любое недовосновление чем грозит? Представьте, тем подводит патологическое перенапряжение. Который перейдет в синдром перетренированности, который никто в России диагностировать не может. Просто методы не знает. Метод есть. Просто никто об этом не слышал. Записано в 2013 году. Есть консенсус, как-то ловить надо. Ну, это сложный метод. Он его вораторный, не поймает. При тренировке сколько времени лечится? До трех лет. До трех лет. О, год это, год это, год это. Я когда-то постоянно в пандемию. В пандемию все переживали. Я говорю, вы радуетесь. Вы хоть сейчас при тренировке все выйдите и будете на счете бегать, только куда-то побежите. И все вроде бегут. Мысль какая? Про ролла мы говорили. Про ролла мы говорили. Все понимаем, знаем. Спортсмены у нас лекции. Сейчас у нас капелла. Каждую лекцию. Каждая тема. Если приезжают, то его уговаривать не надо. Все в ваннах стоят. Протеин пью. Перестонсивался. Есть нюансы? Важны. Вот влияние острой нагрузки на рейс человека. Марафон. Марафон. Что тут самое такое? Лекции. Лекции.